То есть, с ним просто пообщаться, я говорю, ну, почему нет? Я говорю, только я не буду, говорю, не сгущать краски ни в одну сторону, ни в другую, то есть, как есть, я все... А есть что, сгущать? Ну, я не знаю, я просто... Смотрите, я объясню... Смотрите, у нас беседы, это даже не интервью, они добровольные. Ты понял? Вы можете отказаться и пойдете заниматься своими делами. Ты понял? Просто ранее, когда мы были в окопах, к нам приезжали, допустим, ребята там с первого канала, со звезды, вот, они говорили, то есть, ну, нужно сказать вот это. Своими словами, ну, вот это. Нужно сказать, что вот вы стоите на второй линии, первая линия идет вперед, а вы уже, ну, не знаю, там, задолбались копать окопы, потому что первая линия постоянно куда-то продвигается, знаете, ну, вот такой посыл. Я говорю, слушайте, ну, я не люблю врать, я не хочу. Я говорю, такое говорить не буду. Поэтому в этом интервью у меня там три секунды. Я там сказал, да, постоянно слышим артиллерийский, ну, артиллерийский огонь, да, что там. Они, короче, записывали, что у вас победа, и вы все время продвигаетесь, поэтому копаете постоянно. Да, да, то есть они, вот мы сейчас находимся на второй линии, вот что ребята говорят. Скажите номер, пока я буду курить, я буду связываться, и потом стартуем, начинаем. Восемь девять, восемь семь. Подождите, плюс семь, плюс семь дальше. Это она? Да. Бизнес аккаунт. Ну, она шьет одежду и пытается на этом заработать. Че пытается? Че пытается? Не получается. Отправьте на свое сообщение, что мы будем ей звонить в течение полчаса. Час. Нин, привет, это я. В течение полчаса или часа у меня будет возможность тебе набрать. Будь, пожалуйста, на связи. Спасибо, люблю. Звезда пишет, заказный сюжет. По сути, да? А, это микрофон? Да. Вы окопы копаете, да? Ну, просто так получилось, что мы приехали на новые позиции, на новые позиции, и прям буквально там через два часа я смотрю, ВОЗик подъезжает. Вот, я своим ребятам говорю, слушайте, и те, кто дежурит, они, понятно, все же в бронежилетах, все. Вот, а те, кто там отдыхающая смена, мы укрепляли эти позиции, потому что они, года два на них, наверное, никто не был, они все осыпавшиеся. Вот, и подъезжает наш командир, там из него какие-то еще люди вылазят, и говорю, ребят, ну, точно, говорю, нужно, говорю, всем одеться в броннике и приготовиться. Вот, и вот мы стоим в этих всех бронниках, они приезжают, говорят. Разве не курите? Я не буду курить. Спасибо. Да, это не точно. Птичка там. Представиться, познакомиться, с чего вы начинаете. А как надо, давайте, как вы захотите, так и будет. У нас вообще сценарий же, мы ознакомились, с вами же договорились, что вы должны рассказывать. Нет. Как нет? Как нет, то когда? Или когда, то когда нет? Ну, как бы, вы задаете вопросы, я искренне на них отвечаю. Так можно у вас делать? Ну, так делать можно, я просто не знаю, какие потом для меня будут последствия, там, как когда я приеду домой. Давайте вы представите, чтобы я потом недолго искал. Хорошо. Да, представьтесь туда. Меня зовут Вичкитов Андрей Владимирович, 20 января 1981 года рождения. Живу в городе Оренбург, где и был мобилизован. Как вы хотите, чтобы мы с вами поговорили? Ну, задавайте вопросы. А если я не буду задавать вопросы? Давайте, нет, у нас еще есть такая обязательная вещь. Вы даете добровольное согласие на записи, публикацию данной беседы? Да. Почему вам это надо? Или почему вы так резко, резво соглашаетесь? Потому что, вот вы блогер, да? Да. Вот преимущество блогера в том, что блогеры, ну, я так понимаю, да, показывают правду. Показывают правду. То есть есть... Почему вы так думаете? Потому что вы относительно независимые. Есть куча блогеров, которые показывают неправду. Я таких знаю очень много. Ну, вот моя позиция такая, что, ну, хочешь найти правду, да, нужно вот злозлазить в интернет. А вот, как сказать, информаторы, да, дающие какую-то информацию в интернете, это как раз-таки блогеры. То есть ваша независимость, ваша относительная независимость... Почему относительная? Ну, потому что, вот, как вы говорите, есть люди, которые делают это за деньги, да? Да. А есть люди, которые... Ну, вот, у меня есть друг, который возит сюда гуманитарную помощь. Сюда куда? Сюда, ну, на территорию, ну, конкретно, вот, под Горловку. Вот. Он возит гуманитарную помощь. То есть его никто этому, ну, как, не заставлял, не просил. Он там, это не его бизнес, он совсем другим занимается. Блогеры, я так понимаю, что нечто похожее, то есть это добровольное участие в активной жизни, ну, ну, как позиции журналиста в информационном пространстве интернета. У меня есть удостоверение журналиста, могу показать. А зачем? Ну, оно просто... Я же вам, ну, доверился до того, как вы мне показали удостоверение журналиста. Нам, мы попросили редакцию, нам их сделали. Это позволяет нам, что, во-первых, снимать на улицах. Мы до войны снимали, там было хобби, всякие приколы, там, митинги, там, по сути, хобби. Ну, наличие там удостоверения журналиста, оно, по сути, ничего не дает. Поэтому я говорю, я вам верю без удостоверения. Да, мы блогеры, нам глубоко все равно. И, как нам пишут в комментариях и там другие журналисты, прикол наших бесед заключается в том, что мы не делаем нарезку. Во-первых, это занимает время. Во-вторых, тогда можно... Вот все, что вы наговорите, как вы наговорите, так оно и будет. Я понял. Первое, это экономит время нам, потому что, вот, если мы с вами поговорим часто, потом этот час надо прослушать, потом еще там срендерить туда-сюда. А когда ты не делаешь нарезку, то ты взял готовый ролик, там, наложил логотип и все, и готово. То есть, вы будете говорить все, что хотите, все, что наговорите, вот в таком виде оно и попадет в интернет. Хорошо. В ютубовские. Да, это на тему, почему такой... А формат у нас нету сценария. То есть, у меня нет заготовленных вопросов, потому что я, ровным счетом, не знал, кто ко мне придет поговорить. Как вы сюда пришли? Сюда на интервью? Да. А я вчера узнал о том, что есть такая возможность, что, ну, есть человек, который вот занимается блогерством, ну, а, говорю, для меня блогер это вот, ну, тире, правдолюб, правдонос такой, да, вот, ну, если вот русским языком так вот немножко поиграть. Вот, и хотите с ним пообщаться, я сразу сказал да. То есть, не то, что там, вам дадут покурить, я не курю тогда, там, вам дадут еще что-то. Потому что... Я хочу рассказать правду. Я что-то увидел, и я хочу рассказать правду. Единственное уточнение, нельзя говорить во время беседы, где вы находитесь, если вы знаете где. Нет, не знаю, не грозит. И с кем вы находитесь тоже в плену, с кем вы попали в плен, это не имеет никакого значения в беседе. То есть, вот, два ограничения. Ну, какие ограничения? То есть, это две просьбы, которые... То есть, если вы будете говорить, я вынужден буду это вырезать. Мне лень вырезать, поэтому мне проще предупредить. И когда будем с вашей супругой связываться, она точно так же должна будет дать добровольное согласие на записи и публикацию. Если она скажет да, вы с ней пообщайтесь. Если она скажет нет, то вы с ней не пообщайтесь. То есть, это условия Ютуба, что все участники процесса должны дать согласие на то, что они будут опубликованы. Это экономит нам потом возможность маневра в формате жалобы. То есть, если бы я вам не задал этот вопрос, вы бы потом, когда вас поменяют, могли пожаловаться на нас, что вас заставили и вы были против. И мы получим жалобу на канал, нам это не надо. Что вы знаете про такую организацию Красный Крест? Международная организация давно существует, занимается вопросами в том числе и военнопленных. А чем она еще занимается, помимо военнопленных? Ну это, как сказать, это надзор, это какая-то гласность. Ну, скорее, гласности никакой. Они оказывают помощь нуждающимся. Там землетрясение произошло, там еще что-то, они там вызываются. А что вы знаете, что они по отношению к военнопленным делают? Ну, они приезжают, смотрят условия, опять же, я этого не видел сам, ну вот как я себе представляю. Условия содержания, вот, следят за тем, как содержатся военнопленные. И потом что? Ну, я так понимаю, что выносят это на суд мирового сообщества, как-то вот так. Да. Она же международная организация. Да. У вас модная такая фигня вот эта, в которую вы одет. Ты вам выдала Родина? Нет, это я сам купил. Она просто теплая. Ну, для меня она в первую очередь теплая. Красный Крест против того, чтобы блогеры общались с военнопленными. Можете объяснить, почему? Они буквально, вы все правильно сказали, на общественность они выносят какие-то свои там видения. И вот они в последнем своем отчете написали черным по белому о том, что мы нарушаем ваши права. И типа прекратить запись военнопленных. Вы, я смотрю, у вас поставлена речь правильно. У вас высшее образование есть? Да, у меня высшее педагогическое образование. Педагог. Ну, по образованию, да, по образованию педагог, но в школе я работал немного. Я больше, опять же, по вопросам там зарабатывания денег, да, то есть там активные продажи денег приносят больше, нежели педагогическая деятельность. Возможно, если научиться себя продавать там, ну, в том же самом информационном пространстве где-то, да, может быть и на педагогике можно заработать деньги. Но это путь более длинный, поэтому я пошел во более коротком пути, я ушел из педагогики в продажи. Я почему так восхитился, потому что 9 из 10 военнопленных не имеют высшего образования. Я понял, да, неграмотные ребята, я тоже это вижу. Вы тоже это видите? Конечно. Я это сегодня вижу, вчера вижу, то есть, ну... Мы поговорим, наверное, будет длинная беседа, потому что я типа дорвался до собеседника. Да, так вот, давайте поговорим на тему, почему Красный Крест считает, что общение с военнопленными — это плохо. Хорошо. Вначале, там, ну, чуть ранее, да, по нашей беседе, мы, ну, я произнес фразу «относительная», как сказать, «относительная свобода», да? Вот я думаю, и вы меня за это остановили на этом. Я думаю, что как раз-таки у Красного Креста эта свобода, она относительна. То есть, они от чего-то зависят. Они не просто так сказали, что не нужно беседовать. Почему они, ну, это понятно, что они от чего-то зависят. Почему им не нравится наша деятельность? Ну, открытая, честная деятельность может не нравиться только потому, что это несёт кому-то угрозу. Вот это именно чёткая, короче, формулировка. Кому она может нести угрозу или кому… Тот, кому, опять же, тот, кому есть что скрывать, он боится правды. Ну, если, опять же, на простой язык детей переходить. Да, не, ну, то есть, смотрите, Красный Крест работает по принципу донатов. В него скидываются фонды разными деньгами, они поддерживают там военнопленных, всякое такое. И тут они в критической форме заявили о том, что блогеры, журналисты, общаясь с военнопленными, нарушают 13-ю и 14-ю статью Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Я вам прочитаю их, думаю, будет интересно вам. Ну, вот вы сейчас говорите, да, я не в курсе, что это такое. Да, но при этом они говорят, что военнопленные должны контактировать только с ними. Военнопленных нельзя показывать публике, толпе, как они это называют. При этом они сами себе потом противоречат, мы тоже дойдем до этого. И военнопленным нельзя звонить, они должны пользоваться записками, которые идут там 3-4 месяца и не доходят в том числе. Записки эти называются Red Cross Messages. Вы реально возьмете, своей рукой напишите записку. Там есть поле, в которое вы должны поместиться. И в этом же виде эта записка попадет тому, кому вы это пишете, чтобы там по почерку могли определить. В нашей же концепции вы позвоните, совершите видеозвонок, поговорите там со своими людьми, с кем, жене, да. Почему им не нравится, то есть вы уже сказали, и все-таки подведя итог услышанных моих комментариев, почему им не нравится наша деятельность? Потому что она публичная и неконтролируемая. Совершенно верно. Потому что то, что мы поговорим и выложим, они это не контролируют, они это не могут регулировать. И соответственно, тот, кто их просит писать в отчетах подобные вещи, а мы догадываемся, кто просит. Мы догадываемся? Да. Потому что вот эта правда, которую вы сказали про телеканал «Звезда», естественно, телеканал «Звезда» и тем, кто просил это сделать, будет не очень хорошая. Поэтому интересно прочитать. А, вы про 13-ю статью? Да. Давайте. Ну, они в отчете указали, что мы нарушаем. Я вам прочитаю, как они в отчете написали. Если я буду делать обрезки в видео, я буду говорить. Здесь будет обрезка. Это если я что-то буду искать или еще что-то. Украинский язык вы понимаете, не понимаете? Нет, нет. Отчет на украинском языке, поэтому я буду переводить его на русский. Цекавость публики – это заинтересованность публики. Так, так. В своем итоговом документе про відвідувание. Про, ну, короче, тут никак переводить. Короче, Красный Крест говорит о том, особливое занепокоение. МКЧХ выкликает интервью за військово-полоненами. Особое беспокойство Международного Красного Креста вызывает интервью с военнопленными. В том числе те, и не только они, которые проведены блогером Владимиром Золкиным. Это мой друг. Этот YouTube канал у нас вместе. В этих интервью широко распространяется информация и также на YouTube и в других социальных сетях. Военнопленных можно узнать по внешности. Также просят назвать их полную фамилию, имя, отчество и персональную информацию. Фамилия, отчество не является персональной информацией. Красный Крест – почитайте законы Украины. Что позволяет вас узнать, идентифицировать. И это типа они считают плохо. Как разглашение персональных данных. Вы не разгласили персональные данные. Ваша фамилия, имя, отчество, место рождения и дата рождения – это открытая информация. Она есть в ваших соцсетях, если вы есть в соцсетях. Красный Крест хочет напомнить, что показывать военнопленных в средствах массовой информации запрещено. И это указано в 13-й и 14-й статей Конвенции. Даже когда военнопленный добровольно делает эти заявления и добровольно принимает участие в съемках. Публикация таких материалов остается незаконной. Вот так вот они написали. Там еще много чего написали. Но оно на украинском языке. Я буду переводить плохо. А теперь мы почитаем 13-ю и 14-ю статью. Потому что они на них опираются. И попробуем разобрать эту ситуацию. Я понимаю, что зрители уже это видели раз пять. Но здесь у нас про Красный Крест. Но здесь у нас прикольная ситуация в том, что у нас военнопленный думающий и с высшим образованием. Это редкость. Прочитайте вслух. С военнопленным следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны, держащей в плену державы, приводящей к смерти военнопленного, находящегося в ее власти или ставящий здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей конвенции. В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому калечению или же научному или медицинскому опыту какого-либо то ни было характера, который не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его интересами. Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенностях от всяких актов насилия или запугивания от искорблений и любопытства толпы. Вот на это что ли получается? Применение к ним репрессий воспрещается. Это 13-я статья, а мы потом, да, не 14-я. Жирным это выделил я. При любых обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение к их личности и чести. Женщинам следует относиться со всеми полагающими их полуважением. Обращаться с ними должны во всех случаях не хуже, чем с мужчинами. Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность, которую они пользовались во время захвата в плен. Держащая в плену держава может ограничивать осуществление прав, предоставляемых этой правоспособностью на своей собственной территории или вне ее, лишь в той степени, в которой этого требуют условия плена. Да. Что, на ваше мнение, в этих двух статьях нарушаю я, как блогер, общаясь с вами? Ну, здесь вот я говорю, опять же, что меня, да, что вот здесь вот есть и любопытство толпы. Ну, опять же, я же сам дал, опять же, толпы. Давайте, да. Само слово толпа режет слух, да, то есть, может быть, я неправильно его понимаю, но для меня толпа это что-то… Это документ 49-го года. Ну, ладно, окей, тогда можно… Почему 49-го? Потому что ваша родина не подписала свежие конвенции. Вот. Ну, любопытство толпы, я говорю, если только вот, ну, это как прямое, да, что-то… Давайте разберемся. По ту сторону экрана людей, которые будут смотреть на площадке YouTube данную беседу, это толпа? Нет, я бы не назвал людей. Почему? Нет. Люди и толпа – это… Нет, есть четкая, ну, я так думаю, четкая формулировка, и мы сейчас к этому придем. Давайте попробуем ответить на вопрос, что такое толпа. Вот в вашем понимании, как вы это понимаете слово? То есть, я прошу прощения, у нас беседа, как всегда, будет какая-то нестандартная. По сути, я думаю, история там следующая. Его мобнули, месяц они типа где-то потренировались, потом попали в Донецкую область. Ну, мы три месяца типа потренировались. Типа три месяца потренировались, потом… Нас привезли в Донецкую область. Да, в Донецкую область, я не знаю вашу историю, я действительно не знал. Там в военкомате, где они тренировались, им говорили о том, что они будут стоять там четвертым эшелоном перед границей, находиться на территории РФ, и прямых участий в боевых действиях не принимали. На самом деле, они попали спустя три месяца, как уже вы сказали, попали в Донецкую область, стали ходить на позиции, уже, наверное, видели двухсотых, трёхсотых, бесконечно рыли окопы. Я думаю, что… Ну, получается, более двух месяцев я был, вот то, о чём вы говорите, то есть рыли окопы, ходили на позиции, то есть это было, ну, опять же, примем слово «относительно», да, относительно безопасная и спокойная жизнь. Да. То есть, ну, в день прилёта там трёх-четырёх мин в район, где ты находишься. Ну, это ни о чём. И ты находишься, да, ниже уровня земли в окопах. Это безопасность, ну, для гражданского человека, может быть, это скажет. Да, потом, тут два варианта. Последний день его был следующий. Или они сидели на позициях, был обстрел, потом обстрел прекратился, и прибежали наши бойцы, взяли в плен. Это первый вариант. И второй вариант, это их отправили штурмовать какую-то нашу позицию или лесополосу. Они разбежались, потерялись, много двухсотых, трёхсотых, и он попал в плен. Больше ко второму варианту. Ну, только здание, наверное. Вот, то есть нас отправили на позицию двумя пятёрками, где нас должен был встретить человек. Вы заблудились? Мы шли вдоль железнодорожного полотна, и первое, что я видел, что да, что мы идём по трупам. То есть трупов было очень много. Первого я встретил буквально через 100 метров. Сколько всего вы трупов видели? Я думаю, порядка 20. Ну, это мало еще. Это на тропинке, и то есть я не сворачивал, не всматривался никуда. То есть мы вышли на тропу в 7 утра, да, там, и, говорю, там, через метров 200-300 увидели первые трупы. Естественно, вещи, то есть это оружие покалеченное, да, там, радиостанции валялись, там, вода, боекомплекты. Вот. И над нами завис коптер. То есть мы двигались, коптер нас ввёл. И начался, естественно, миномётный обстрел. То есть, ну, коптер – это глаза артиллерии, да, оппонента, скажем так вот, чтобы… Врага. Врага. Вот. И всё, и начался миномётный обстрел, который стал становиться всё плотнее и плотнее. Мы, там, двигались, там, по задному маршруту, на каждом блокпосту мы спрашивали, мы к вам, нам говорят, нет-нет, вам, ребята, наверное, дальше. Вот. И просто в какой-то момент миномётный обстрел стал такой силой, что я, там, старшему пятёрке, говорю, слушай, говорю, ну, мы сейчас все здесь ляжем, просто, ну, от взрывов мин. Давай уже куда-то прятаться. Тем более, там, справа, там, от нас появились какие-то полузасыпанные окопы, в которые мы, в принципе, и запрыгнули. Вот. Мы запрыгнули, и, ну, а находясь в окопе, ты же всё равно, скажем так, в видении коптера. Нужно спрятаться куда-то ещё в какую-то лисью нору, сурчиную нору, там, кто как их называет. Вот. Я лежал в окопе и услышал какие-то… Ну, а когда идёт миномётный обстрел, то есть, там, не всё хорошо слышно, да, ты не всегда, там, концентрируешься, что находится, там, перед тобой. Единственное, что я увидел, что передо мной ботинки, ну, трупа уже. То есть, в окопе, в который я запрыгнул, лежит труп, засыпанный уже землёй. Вот. И в ногах у себя я увидел нору, в которую заполз, и в ней просидел, там, до семи вечера. То есть, весь день был обстрел. Единственное, что там менялось, либо работал танк, либо работал миномёт. Танк, миномёт, танк, миномёт. И всё время коптеры летали. Вот. Коптеры были либо как наблюдательные, либо с гранатами. То есть, стоило только, там, высунуть, там, руку, ногу пошевелить. В окоп прилетала… Бесконечно летали. Да, они просто… Мы слышим жужжание одного, раз их двое. Так, если их двое, всё, один улетел. Либо один сейчас прилетел, ну, от бомбится, да, так называют. Если можно назвать, откидается гранатами, улетит. Вот. То есть, не было такого, чтобы… Единственный звук коптера только был либо совсем близко, либо чуть-чуть отдалялся. Вот. Мы просидели, получается, до семи вечера. Пятёркой. Пятёрка, а потом ещё одна пятёрка пришла. И все, мол, где-то вот здесь вот рядышком были. Иногда слышал я, как кто-то стреляет по этим коптерам. Вот. Я не стрелял. Я считаю, что это, ну, как сказать, бесполезно. И это тебя только, ну, рассекречивает, где ты находишься. Да, раскрывает позиции. Да. Тем более, что, скажем так, до своих-то позиций мы так и не дошли. И своего задания мы так и не узнали. Вот. Начало темнеть. Там примерно 7 часов я увидел, что старший нашей пятёрки выдвигается назад в сторону, с которой мы пришли. Я говорю, слушайте, а, ну, что делаем-то? Он был трёхсот. У него уже была подбита нога. Вот. Там были ещё наши ребята. То есть, из десяти, получается, четверо точно были ранены. Ну, ранены так, что они двигались. Ну, понятно. Вот. То есть, если в течение дня, да, то есть, ребята там кто-то на четвереньках проползал через окоп, просил оказать помощь. Раздробленные были ноги, там, руки висели. И здесь, ну, таких тяжёлых ранений не было. То есть, ну, там, наступает на ногу, ойкает, но он на неё наступает. Вот. А ещё в процессе дня, когда я вот в эту нору залез к ребятам, ребятам мне рассказали, что они сидят шестой день. Шестой день. Там были двое раненых. Они сидят шестой день без еды и воды. То есть, ну, никакого подвоза, подноса воды нет. Я им отдал то, что у меня была там консерва, полторашка воды своя. Вот. Потом сидел, говорю, там, вот, у меня аптечка, у товарища аптечка. Мы перевязывали ребят, которые просили оказать помощь. Вот. Кто-то к нам просился. Мы объясняли, что, ну, здесь вот нора там на двоих. Мы здесь сидим. Когда нас пятеро, когда нас семеро даже сидело в этой норе. Вот. То есть, все, ну, сжатые, затекшие. Вот. То есть, перевязать перевяжем, а там поместиться здесь просто, ну, невозможно, уже некуда. Вот. И когда, ну, мой командир там сказал, что мы выдвигаемся назад, я говорю, ну, это точно. Потому что в рацию там никаких команд не было. Он говорит, а что здесь делать? Мы пришли усилить, ну, какой-то там блиндаж, окоп, да, там. Того блиндажа, ну, явно уже не существует, потому что здесь уже ничего не существует. Здесь уже все завалено, разбито, засыпано. Вот. Ну, я и сам хочу назад, да, из вот этого вот ада, в котором я там пробыл там 12 часов. А тут, ну, командир говорит, да, о том, что мы двигаемся назад. Ну, соответственно, я взял свои вещи, взял его вещи, потому что там, ну, говорю, раненому тяжело двигаться. Вот. И мы выдвинулись назад в то место, откуда мы были, ну, как сказать, куда нас привезли, чтобы выступать. Вот. Получается, до этого места, до конца мы не дошли. Там были несколько наших, ну, как назвать, блиндажей, блокпостов. То есть нам на одном из блиндажей спросили, а вы куда? Мы говорим, ну, все, мы назад. Говорит, а, ну, приказа-то не было. Я говорю, ну, вот старшая группа, какие приказы. Старшая группа идет, и, ну, мы идем за ним следом. Вот. По рации запросили добро, не добро. Добро не дали. Сказали возвращаться назад. Потом, ну, попытались по рации объяснить, что у нас много раненых. Раненым нужно оказать помощь, которую мы не можем оказать. Вот. Сказали, ладно, хорошо, продолжайте движение. Но только раненые. То есть, я говорю, а мне что делать? Ну, то есть мои командиры раненые уходят. Ну, да. Сколько было раненых из 10 человек? Ну, вот смотрите, нас пришло 10, выдвигалось назад 8 либо 7. Раненых было четверо. А остальные явились? Ну, это ночь, это минометный обстрел. То есть мы по нему заходили, мы по нему выходили. Со мной рядом находилось 2 человека. Одного я вот не увидел из своей пятерки, прям вот только утром его видел и все. Понятно. То есть у нас всех рассеяло. Ну, и дальше что получилось? Вот, и получилось, что я как бы без задания, да, без задания. То есть мне вот так и не дали, я своего боевого задания так и не узнал. Я должен куда-то прийти и что-то усилять. Так вот, то, что мне раньше сказали. Без командиров просто остался вот в этой зоне обстрела. А командиры, ну, были выведены. Вот. Ну, и со мной, с моей пятерки тоже находился один товарищ. Вот. Я говорю, слушай, ну, пойдем туда, где мы сидели. Он говорит, ну, сил нету. То есть. Ну, а это вот опять же, я вот сейчас говорю, что мы ходили. На самом деле это как? Ты делаешь несколько шагов, слышишь мину, падаешь полностью на живот бабах, там близко, далеко упало, подождало, осколки разлетелись, поднимаешься, то есть в броне со всей амуницией. То есть, ну, это занимает много сил. Делаешь еще несколько шагов, слышишь следующий прилет, опять падаешь. И человек говорит, ну, у меня сил нет. Я буду здесь вот сидеть, вот там, вот возле этой позиции, дальше которой нас не пустили. Я пока, говорит, ну, пойти не смогу. Я говорю, ну, я пойду, потому что сейчас, если полетит коптер, он тебя увидит, он тебя просто закидает там гранатами, вогнами и все. Вот. И я выдвинулся назад на своей позиции. Практически дошел до своего окопа, но не дошел до блиндажа. То есть, слышу снова прилет мины, ну, а шел я примерно так же, как вот я объяснил, да, то есть, делаешь 5 шагов, 10 шагов, прилет, упал, встал. В какой-то момент я снял свой рюкзак. У меня рюкзак был, там, ну, БК был, говорю, там, вода, которая была, я ребятам отдал, потому что тоже уже не смог его дальше нести. Вот. И я прыгаю в свой окоп, и прям вот где-то очень близко, там, получается, насыпь, там, получается, насыпь, железнодорожного полотна, в нее попадает мина, то есть, у меня вспышка в голове, я слышу, у меня засыпает, засыпает, засыпает. Вот. И, ну, звон пошел, то есть. Контолия. Да, удар, удар вот, ну, в нос, как будто тебе действительно такой боксерской перчаткой ударили так хорошо, а это вот просто удар воздуха. Вот, вспышка, хотя я, говорю, ее увидел через закрытые глаза. Вот. И, ну, лежу засыпанным, и такое, ну, чувство, что вылазить-то уже неохота, уже сил нету вылазить просто, потому что вот весь день, там, куда-то ты нагибаешься, куда-то ты соскакиваешь, прыгаешь, падаешь. Ну, все, сил нету, сил нету, опять же, там, вот, воду мы пили, там, последний раз утром, когда я ребят угощал, вот. И лежу я засыпанный, я понимаю, что, наверное, я, ну, ближайшие, там, час-два я просто не буду двигаться, я буду отдыхать. Вот, в этот момент я чувствую, что меня, мне начинают помогать вылазить. Вот, ну, я понимаю, что я где-то рядом со своим блиндажом, думаю, наверное, либо ребята из блиндажа вылезли, либо, ну, кто-то точно так же рядом со мной идет, потому что там таких, как я, раненых, вот я пока шел, там, раненые где-то сидели, там, то есть, ну, весь мой маршрут, люди где-то были недалеко. Вот, вот, и мне помогают вылезти, вот, давай-давай, шевелись сам, ну, то есть, меня тянут, я вылазю, давай автомату, автомат там тоже за что-то цепляется, вот, сажусь, у меня головокружение, вот, получается, что, когда упал в насыпь, ну, мина, либо снаряд, скорее всего, мина была, упал столб. Столб упал мне, ну, на бок, то есть, мне вот, там, бронежилет был, мне пока, конечно, не диагностировали, но я подозреваю, что мне, ну, ребра у меня сломаны. Вот, и меня из-под этого столба, из-под этой земли, получается, достали уже ваши ребята. То есть, они либо шли потом, опять же, я не знаю, сколько времени прошло, либо где-то находились, они меня видели, вот, я в тот момент не знал, вот, то есть, я когда сел, когда там, ну, что-то опомнился, воды мне дали попить, вот, я поднимаю глаза, мне говорят, все, парень отвоевался, давай руки, мы их свяжем, все, ты в плену. Да, вот. Ощущение? Ощущение было такое, что, ну, точно это не страх, это, знаете, это как, как сказать, конец моих мучений сегодня, вот так вот. То есть, ну, на сегодня уже, вот, ну, как сказать, не будет больше вот этих прилетов, там, моих метаний, то есть, куда мне чего, то есть, вот, ощущение какой-то конечной точки, знаете, что вот, ну, на сегодня все, то есть, фу, выдохнул, все. Вот такое вот ощущение, вот, и как потом объяснили ваши ребята, что они с коптера видели, как я иду, как за мной идет парень, за мной парень шел, его тоже этот взяли. То есть, нам дали зайти, то есть, у них была, за время, пока я отводил, ну, там, со своими командирами уходил, возвращался, они заняли эти позиции, они видели, что мы идем, они говорят, вот, парень говорит, я не знаю, почему я тебя не расстреляю. То есть, я видел, что ты идешь, я, говорит, в принципе, давал тебе подойти ближе, 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 ну, и потом вот этот прилет, и я тебя потом достал. То есть, я тебя расстрелять мог, ну, много раз, выстрелить в тебя. Он этого не сделал, и он даже для себя, то есть, ну, он говорит, я не знаю, вот. Вот, и получается, они, говорю, меня откопали, напоили, ну, разоружили, и все, и привели к себе. Дальше, дальше неинтересно. В бою я был один день. Дальше неинтересно, вам отрезали руки, ноги, потом назад пришивали. Да. Мы так отклонились, короче, но зато мы закончили цикл, потому что у нас всегда в интервью есть последний день оккупанта в составе оккупационных войск. Я думаю, это будет быстрее, ну, плюс-минус, история практически классическая. Я так понял, много там валялось, двухсотых, трехсотых. Трехсотых было очень много, то есть, я их видел точно больше, чем целых ребят. Они не валялись, они переползали, они просили помочь. То есть, ну, ситуация такая, если вот в двух словах, то есть, трупы, они лежат, да, там, порядка, там, 15-20 трупов я видел. Вот. В том числе, говорю, вот весь день рядом со мной лежал труп. По окопам, да, бегают ребята с ранениями, которым шесть дней, там, четыре дня назад их никто не отвёл, они вот просто прячутся. Я так понимаю, а такие, как вы, туда просто посылают и посылают? Я так понимаю, что да, то есть, ну, я, скажем так. Можно сказать, что это перемалывание, урабатывание живой силы? Да. Ну, я же не знаю. Да, да. А наши как выглядели? Наши были там двухсотые, трехсотые? Ваших я не видел. Просто, опять же, наши, ваши, трупы лежали по маршруту следований и по маршруту окопов. Окопы эти наши. То есть, ну, вот на момент, да, мы когда шли, мы в них запрыгивали, там, наши ребята. Вот. Ваших я не видел, ни трупов. Я вообще ваших, скажем так, ребят увидел тех, кто меня, взяли только в плен. Это вот я первого, кого увидел, там, ну, как сказать, врага, да? Того, кто у меня... Ну, нацистов вы увидели. Опять же, называйте, как хотите. Не, вышли сюда освобождать от нацистов. Ну, денацификация одна из целей проведения СВО. Мы поговорим про это. Короче, можно сделать вывод, что наши туда подскочили, собрали урожай и отскочили. Ну, да. Ну, вместе со мной... Если это ваши позиции были... Вместе со мной взяли еще одного парня. Это не имеет значения, мы про это не говорим. Нет, мы говорим, там, урожай, вот, ну, как... Ну, я не знаю, ну, то есть, я же исхожу из того, вы же говорите, что вы их там не видели, значит, они там были... Это были обычные наши солдаты с бронесылой или какие-то спецы, или... Мне потом, как объяснили, что это... Ну, это были азовцы. И они представились, как, по-моему, 174-е воздушно-десантное или морских пехотинцев подразделение. Короче, парни выкращен. Ну, именно, красавчики. Ну, а вообще, потом они сказали, ты попал в азов. Ну, вообще, что с вами должны были сделать азовцы? Для вас это самое, что не жесткие нацисты, короче, там... Ну, вообще, да. Вообще, да. Ну, у вас там это везде крутят, на всех телевизорах. В целом, я точно не должен был остаться, то есть... Вы как-то ломаете пропаганду вашу? Ну, я, в принципе, из-за этого, скажем так, и согласился. Это один из мотиваторов интервью. Что я несколько дней был в плену у азовцев. Мне ничего не отрезали. У меня вот всё, что с рождения было, оно всё при мне. Ну, я вижу все конечности, там ниже проверять не будем. Вот. Ну, я вот, да, тоже стараюсь, ну, как сказать, быть корректным. Да, мы же это... У нас можно нецензурно говорить нам всё равно. Ну, зачем? Согласен. Мы все знаем матершинные слова, но кто-то их применяет, кто-то нет. Ну, ну и что, уйти пару дней? Ну, меня допросили? Ну, это понятно. Развечу. Меня допросили, да, сначала там, ну, на передней линии, потом меня передали глубже. Там тоже меня допросили. И в результате, ну, несколько дней был допрос, в результате мне объяснили, что мы едем в... Ну, вы не говорите, куда вы едете. Нет, нет, я не, не, не географически это, что мы едем в обменный фонд. Название? Да. То есть мне сказали, по-моему, Дмитрия и... И Владимир, Владимир и Дмитрий. Я Дмитрий, а Владимир это Вова, мой друг. Вот, то есть, ну, нам, нам вот так вот предоставили. То есть нам никто не говорил, сейчас вы поедете туда или сюда. Знаете, что это за фонд? Ну, нет. Ну, я сейчас сделаю отступление небольшое. Во-первых, те, кто говорят, что Мавики, Мавики, Квадрики, на следующей неделе я поеду, отвезу в три бригады Мавики и Старлинки, просили военные, которые выполняют обменные фонды наши. У нас есть обменный фонд, наша инициатива, подписчики сбрасываются для того, чтобы мы благодарили наших защитников, чтобы они вас не убивали. Потому что есть наши защитники в плену, и нам нужен обменный фонд, потому что вы стабильно там раз в месяц выкладываете видео, как отрезаете там нашим головы. Видели это видео? Я не видел, мне о нем рассказывали. Я вам покажу. Ребята в Азове, мне о нем рассказывали, но я не видел. Да, и поэтому мы, подписчики, сбрасываются деньгами, причем из РФ тоже. Образуется некая сумма, и нашим военным мы либо деньгами скидываем сразу, мне скидывают видео, там, где пленный говорит для обменного фонда Дмитрия Владимира. Или же, когда берется группа какая-то, военные говорят, нам Мавик дайте лучше, и там, хоба, мы покупаем Мавик и отвозим туда напередок. Да, вот, собственно говоря, это наша программа, исключительно для поддержки, вы в обменном фонде глобальной стороны нашей, у нас там некоторые пишут, что мы торгуем пленными, там, нет, его поменяют на наших защитников, он обычный военнопленных, которых вы уже на канале видели, там, 500-700 штук, я уже не помню, надо попросить, Надя что-то считала. По сути, все понятно, с вашей историей, по сути, классическая, такая, как у всех. Ну, плюс-минус. Мы отвлеклись от темы толпы, мы потом вернемся еще к политическим всяким вот этим, идеологическим вопросам, но давайте подумаем. Вот, да, сейчас вы сказали, тезис такой, вот у меня с толпой, да, что толпа – это недумающие скопления людей. Недумающие. Согласен, это раз, но есть одно уточнение, доуточнение к вашей формулировке недумающие. Это случайные, случайные люди, которые, ну, толпа. Случайные люди. Оказался в толпе, да? То есть ты не шел на куда-то, ты раз, и вокруг тебя много людей. Да, вот, например, когда-то делали полное нарушение конвенции, когда взяли наших военнопленных и повели по улицам. И зеваки, толпа смотрела, там что-то матюкалось, там, кидали в них там камни. Это толпа? Это делали и ваши. Да, толпа. Вот. Теперь давайте поговорим про толпу, которая есть за ту сторону экрана. Серега, ты толпа, если что. У нас есть там один подписчик, Серега, но ты хорошая толпа. Люди, которые целенаправленно подписались на канал или целенаправленно смотрят интервью с военнопленными, можно к ним применить термин толпа? Нет. Это как раз-таки целевая аудитория. Совершенно верно. Это люди, кто, ну, для себя что-то ищут. Ищут. Они не шли куда-то и увидели военных пленных, да? Это люди, которые для себя что-то ищут, ну, для которых есть в этом какая-то ценность. Да, и соответственно, то, что вы рассказываете, естественно, это неудобная правда для вашей стороны. Красный крест подыгрывает вашей стороне. Проблема Красного креста знаете в чем? В чем? В том, что ваша сторона не пускает их к нашим военнопленным. А с учетом того, что мы страна, которая соблюдает международное право, ваш Красный крест к пленным имеет бесконечный доступ. И получается, что Красный крест вынужден играть по, грубо говоря, российским правилам, чтобы не потерять лицо. Только при таком раскладе их могут пустить. Поэтому они немножечко... Нет, там как происходит, насколько я понимаю. Есть СИЗО в лагерях, где содержатся наши военнопленные. Они туда приезжают, и им говорят, идите нахер, мы вас не ждали. Когда они приезжают к нам в СИЗО в лагерях, где содержатся вы, мы не можем им отказать, потому что мы выполняем международные стандарты, правила... Ну, законопослушные участники международных отношений. Совершенно верно. Вот так вот это. Поэтому им не нравится то, что блогеры, журналисты имеют доступ к военнопленным, и военнопленные рассказывают свои истории. То, что вы рассказали, это, по идее, неприкольная история для ваших командиров. Назовите подразделение, в котором вы служили. Ну, смотрите, есть подразделение, в котором я служил еще, будучи в России. Давайте. Его, а потом, когда вас перекомандировали? Когда нас мобилизовали, мы были 1161 полком. Территориальной обороны. Мотострелковым полком, да. Территориальной обороны, да. Нам обещали, что у нас полк, 2500 человек, мы выдвинем соединимся, ну, как на границы, и будете охранять границы, блокпосты и все дела. В результате будем своим полком, для этого мы проходим слаживание, да, своим полком будем выполнять задачу. Да, смотрите, 1161, четырехзначное число, а потом его перевели в пятизначное подразделение. Потом, когда мы прибыли, там, ну, на территорию ДНР, нам объяснили, что, ну, нас, во-первых, начали, как это сказать, разделять. Разделять. То есть, нас разделяли, разделяли, разделяли. То есть, приехали, забрали 50 человек, приехали, забрали 150 человек. То есть, нас прямо вот всех раздробили. И как нам объяснили, что, ребят, ну, вы же, ну, не жили вот этой жизнью, да, военной, в которую вы сейчас попали, это же в ваших интересах, то есть, мы вас малым количеством в, как сказать, внедрим, да, вставим в подразделения, которые здесь уже больше года. И вот эти подразделения вас всему потихонечку научат, но это был обман, то есть, никакого полка как такового не существует. После этого у нас там собрали военные билеты и нам поставили печати военной милиции, а не военной, а просто милиции ДНР. Народная милиция. Народная, да, не военная, народная милиция ДНР. Вот, причем, когда мы спросили, зачем это нужно, нам сказали, слушайте, ну, вот сюда привезли там какое-то количество там еды, да, еда это кончается. Чтобы вы здесь находились законно, чтобы вас снабжать, мы должны вас как-то обозначить. Короче, тупой развод вообще именно. Мы должны вас как-то обозначить. Вот, причем, ну, вот у меня нет сейчас с собой военного билета, он остался там у тех ребят, кто меня это пленил. Вот, там, получается, записана военная часть одна в распоряжении, а в печати номер военной части стоит другой. Какой был в печати? Ой, я сейчас вам... Пятизначная? Или не правильно? Да, пятизначная. Как потом ребята объясняли, что вот то, что на печати, вот этой военной части уже не существует. Но другой печати, говорит, у нас нет. Вот, и, ну, всегда же ставится число, номер приказа, номер военной части, роспись. Да. У нас, если я не ошибаюсь, либо числа... Нет, числа ставили, у нас, по-моему, росписи не было. Да, это не имя. Росписи не было, и номер подразделения вписанного не соответствовал номеру подразделения на печати. Это не имя. Ну, плюс, опять же, получилось, что, ну, я готовился как радиотелефонист. Вот, то есть, три месяца, там, мобилизации в России. Вот, со мной точно так же были ребята. Когда они потом получили свои военники, кто-то стал гранатометчиком, кто-то стал помощником пулеметчика, кто-то стал просто старшим стрелком, то есть, ну, должности поменялись кардинально. Вот. Это нормально. Опять же, на вопрос наш, почему, нам сказали, ну, мы же вас вписываем не в виртуальное какое-то подразделение, а в конкретное. И какие должности есть, такие мы вам и ставим. Это все условно. Вы, как есть, все нормально. Вот. Ну, спустя, там, три недели нахождения, там, на территории Донецка, нас начали, короче, разбирать по подразделениям. И в результате мы, там, вот, не то, что там полком, или там ротой, или взводом. У меня пять человек осталось. Из тех ребят, с кем вот со мной попали пять человек, из тех, с кем мы вот изначально были мобилизованы. Итог сказанного. Их мобилизуют виртуальные полки, которые, по сути, являются донорами для восполнения потерь тех, кто воюет. Их привозят, когда, например, закончились стрелки, их привозят, мобиков туда, и подразделения приезжают и забирают себе нужное количество. И вот уже после всех вот этих ротаций, наверное, так вы правильнее назвать, вот, ну, перемещений, скажем так, да, простыми словами, мне объяснили, что я нахожусь в 132-й бригаде, 101-го мотострелкового полка, 5-я рота, 2-й взвод, ну, и я командир 2-го отделения. Вот это то подразделение, но в котором я вот был последнее время, последние там 3 месяца, получается, ну, не полных 3 месяца. Вот. Понятно. Так, про что мы поговорили? Про Красный Гресс поговорили, про то, что им неудобно, правда, поговорили. Да, 14-я статья, помните, там был выделенный жирный пункт, что она говорила? Сейчас уже не этот. Про права. Которые вы сказали, что выделили сами. Да, я сам выделил его, чтобы уже дозакрыть эту тему. Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность, которую они пользуются во время захватов плен. Как вы понимаете это? Как человек с верхним образованием. С верхним образованием. Ну, как я понимаю, что никто не может, скажем так, не то, что не может, никто не должен меня переубеждать в тех ценностях, с которыми я пришел. Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность, которой они пользовались во время захвата в плен. Что такое правоспособность? То есть у каждого гражданина есть гарантированные права. О, правильно. В момент попадания в плен эти права у вас сохранились. Так это говорится. Дальше говорится, что страна, которая содержит вас в плену, может эти права ограничивать. На свое усмотрение. Может ограничивать, а может не ограничивать. Так вот, Красный Крест указывает про 13-ю статью и про 14-ю статью. Хотя 14-я статья полностью разрешает ему говорить на камеру, общаться с журналистами. У вас до плена была возможность поговорить с журналистами, дать интервью блогеру? Ну нет. У нас было такое, что на позиции приезжали... Не-не-не. У вас, как у человека, который просто гражданин РЭП, было право такое общаться, говорить, что почти? Это и говорится как раз о том, что это право у вас может забрать наша сторона. Но наша сторона, это право у них не забрала. А наша сторона дала на их рассуд. Рассуд это, ну короче, на их решение. Поэтому, почему Красный Крест говорит о том, что там толпа, но при этом говорит 14-я статья, что у вас были все права? Наверное, Красный Крест считает, что их заставляют, и это нарушение вот этой позиции. То есть непонятно. Мы закрыли тему с Красным Крестом, и, наверное, в следующих уже беседах не будем вспоминать, потому что, ну понятно, Красный Крест – организация, решающая свои вопросы, и к ней очень много вопросов у очень многих наших граждан. Так, про то, как вы попали в плен, мы поговорили. Про то, как Красный Крест, я нарушаю ваши права, мы поговорили. Расскажите историю, как приезжала телеканал «Звезда». Как это было, что это было? Смотрите, получается, третьего… Сейчас, я прошу прощения, будет обрезка, мне надо попить воды. Вы будете в воду? Да, пожалуйста. Говорю, много. Пересыхает. Да, поэтому… А, еще, короче, вы должны были… Что вас сюда под автоматами привели, под дулами автоматов. А, на интервью? Да. Сколько вы автоматчиков видели? Вот я говорю, я автоматчиков видел в последний раз, когда меня брали в плен, и все. Нам говорят, в комнате, где они сидят, ну, где вы общаетесь, сидят еще 10 автоматчиков, и это все происходит под дулами автоматов. Я тогда еще перекурю сразу. Думали, плен другой? Конечно. Какой должен был быть? Ну, как минимум, какие-то эти… Сараи, подвалы, холод. Пытки? Пытки, да. А вам что-то говорили, что делать, когда в плен попадаешь? Ну, обычно говорили, гранаты взорвать себя, и что? Ну, да, был такой разговор. До того, как мы… Вот так вот скажу. До того, как мы вообще гранаты получили, вот, то есть… Сейчас камера же выключена, да, я, в принципе, и могу называть места какие-то эти. Там уже тебе все… Мы когда базировались под Горловкой, там, после того, как выходишь с позиции, четыре дня на позициях, четыре – отдыхаешь. Мы ездили в баню. Вот. И такой разговор состоялся, то есть мы едем на легковой машине в баню, там, кто с собой взял оружие? Ну, никто не взял. Кто-то из ДНР-вцев говорит, у меня гранаты есть с собой, типа, у меня всегда с собой есть гранаты, типа, ну, это вот моя, там, это… Ну, да, типа, чтобы не попасть в плен, лучше, короче, ну, взорваться. Самое страшное, если в плен уведут. Ну, вот такое вот было. Самое страшное. Так что этот… Лучше взорвать гранату. У меня возможность, ну, взорвать гранату была, потому что автомат у меня забрали, потом, там, какое-то время, там, ну, меня просили, чтобы руки находились, да, на видном месте, там. Ну, граната была… У меня было три гранаты после того, как у меня забрали автомат. Вот. И их забрали только после моей просьбы. То есть я говорю, ребят, гранату еще заберите. Ну, я понимаю, что это как-то неправильно, да, я там, вот он, пленный уже, вот, а при мне еще есть какое-то оружие. Вот. Они говорят, где она у тебя? Ну, вот тут в подсумке лежит. То есть я как бы мог ее там выдернуть, мог там… Вот. Ну, у меня не было мысли себя взорвать. Потому что у вас пропаганда настроена таким образом. Знаешь, почему вы не нужны в плену? Нет человека в плену, нет проблемы. Его не нужно забирать. Ну, да, да, это же старая казахская пословица. Нет одно слово, да, много слов. Поэтому у вас пропаганда настроена следующим образом, что нужно себя подорвать, убить, чтобы не было проблемы. Лучше ты будешь пятисотым валяться, ой, трехсотым валяться или двухсотым на поле боя, нежели быть в плену и создавать геморрой для командиров, для еще каких-то всех там этих… Так вот, именно ты даже с тем же самым трехсотым, что с тобой возиться? Тебя надо эвакуировать, тебе надо какую-то помощь оказывать, на тебя надо какие-то медикаменты тратить, ну, там, солярку, да, там, элементарный транспорт найти. Плантить надо. Да, поэтому их всех не вывозят, они, грубо говоря, там от абсцессов, от всего остального, естественной смертью помирают. Про это поговорили, про это поговорили, звезда. Да, то есть 3 апреля к нам в окопы, мы как раз в эти окопы только сами переехали, то есть блиндаж был, какой-то небольшой окоп был, но он был осыпавшийся, и мы его готовили, ну, скажем так, доводили до нормального состояния, то есть копали, продолжали, делали там боевые позиции, вот, стрелковые. Приехало наше руководство, приехал канал звезда, вот, ну, и, как нам объяснил наш командир, они сейчас тут походят, что-то поснимают, может быть, у кого-то возьмут интервью. Вот, но они действительно спустились в окоп, прошли что-то, посмотрели, ребята там копают окоп, они говорят, ну, вы не против? Ну, они у всех спросили разрешения, не против, там, мы будем снимать, да, ну, нет, конечно, снимайте. Вот, я тоже стоял, мне говорят, ну, вот, стой, вот, как ты стоишь, сейчас мы тебя, этот, ну, точно, камеры там по мне поводил, вот, и потом говорят, ребят, кто хочет дать интервью? Там, ну, еще кто-то мешкается, там, командир, там, ты, 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 все, идите на интервью. Вот, интервью… Добровольно-принудительно, да? Интервью заключалось… Не, ну, один парень прямо на отеле отказался, его нет, его сразу сказали, ну, нет, так нет. Вот, интервью заключалось в том, что, ну, в принципе, нужно сказать текст, который нужен им. Какой текст? Не просто, что ты вот, ну, что ты сейчас хочешь сказать, да, потому что, там, ну, вот, у нас парню объясняют, 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 он говорит, я сейчас вот это должен все сказать, ну, в принципе, да. Тезис такой, что мы находимся на второй линии, и мы постоянно копаем новые окопы, потому что первая линия постоянно идет вперед, а мы, ну, из-за них постоянно вынуждены, ну, рыть новый окоп. То есть, что у нас непрекращающееся продвижение линии… А по факту было как? А по факту, ну, мы, получается, говорю, в эти окопы только заехали не потому, что там, как сказать… Ну, это были просто новые окопы, в них, это, наше подразделение поменяло позицию свою. Угу. То есть, мы… Это была первая линия или нет? Ну, нет, это была не первая линия. Ну, понятно, вас просто привезли, но надо было преподнести это, как то, что вы постоянно догоняете… Что это шаг вперед, да. Надо же победу показывать, да? Ну, я тоже думаю, что да. Тем более, ну, канал «Звезда», он же заряжен на… На победу. Специализированные, да. Но вы сказали, что вы не будете. Я не то, что сказал, что я не буду, я сказал не так. Я сказал, что, ну, да, ведутся активные боевые действия, и мы постоянно слышим работу артиллерии. Вот эти там несколько секунд, они попали в эфир. Но я не говорил о том, что мы, там, не знаю, устали копать новые окопы и устали переезжать с места на место. Я такого не сказал, поэтому этого, ну, в интервью и не было. Как вы думаете, когда закончится у вас пропаганда, когда она поломается? Я думаю, что пропаганда не закончится никогда, потому что никто с этим ничего не делает. По-другому неправильно спросил, неправильно сказал. Вы же сами, все участники тех съемок, понимаете, что это все ложь и вещается эта ложь вам туда, на родину. Почему так? И когда правда все-таки станет ясной, что все не так? Ну, здесь либо время, да, то есть, ну, когда людям постоянно показывают о том, вернее, не показывают, но так говорят о том, что мы идем вперед, а фактически, ну, такого быстрого продвижения нет. И, ну, думающий человек, думающий над этим, он начнет задавать вопросы. А, ну, а где вот это вот продвижение? А кто не сильно в материале, не сильно в теме, он и даже спустя какое-то время не будет об этом думать. Ну, сказали, идет продвижение, хорошо. Ну, у вас очень... Обратного-то никто не говорит, альтернативной нет информации. Ну, всегда только победа. Ну, да. И, ну, скажем так, если, если сильно люди начнут над этим задумываться сами, искать какие-то там, ну, там, другие источники, может быть, найдут, а может быть и нет, потому что я не слышал, чтобы кто-то занимался, ну, скажем так, просто, простой, честной информацией. Вот, ну, представляете новости, да, там, что сегодня по отношению ко вчера не произошло ничего. Вот я три месяца там жил в одном и том же блиндаже, да, то есть, ну, это правда. В одном и том же блиндаже никуда не продвигался. И что людям говорить? Ну, для меня, как для участника процесса, это хорошо. Это хорошо, потому что, ну... Ты не бежишь с автоматом в атаку. Не в этом даже дело, а в том, что я стою в спокойном месте. Мои ребята, которые вокруг, они спокойно отстояли свою смену, легли спать. Не, не, я же про это и говорю, что для вас... Наша жизнь спокойна. Да, для вас... У нас есть какой-то быт. У нас какой-то быт. Смотрите, я могу вам сказать, как это работает. Где-то месяц назад я общался с военнопленным, которого обменяли, и он единственный вышел на связь после обмена. И из Питера чувак, и мы с ним разговариваем, я записываю, это выложено на канале, запись эта, и он сидит, смотрит телевизор. А там как раз идут новости. Я ему спрашиваю, что ты смотришь? Он включает погромче, и там говорят, сегодня сто... И камеру поворачивают, телефон, ну я вижу телевизор тоже. Сегодня сто неонацистов были взяты в плен, там, по-моему, с обморожениями, короче, с ампутированными конечностями и так далее, и тому подобное. И он такой, он побывал в плену, он воевал, попал в плен, посидел в плену, его поменяли, и он сидит дальше, слушает новости, и он мне такой говорит, ну так у вас же там, Дима, все плохо, вот смотри, у нас какие новости показывают. Я ему говорю, Петя его звать, я вспомнил. Я говорю, Петя, я говорю, как можно при плюсовой температуре получить обморожение? Раз. Я говорю, второе, там же показывают, за вот этих пару секунд, видеоряда, который я увидел, там видно трава зеленая, видно куда-то бегущих людей, ну и такой вот этот пропагандистский голос, 100 нацистов, там не, 100 боевиков неонацистов получили обморожение с ампутированными конечностями, попали к нам в этот. И он такой, ну да, я говорю, ну смотри, трава же зеленая, вы же показали зеленую траву. Я говорю, как можно получить обморожение? Он говорит, ну, и он начинает оправдывать эту ситуацию. Он говорит, ну, если они заснули, и там, короче, было холодно, и у них мокрые ноги, то, значит, они могли. Я говорю, Петя, представь, 100 человек, батальона, по-моему, кстати, Азов тоже. Я говорю, представь, 100 человек, подготовленных бойцов, лежат, все заснули, и все проснулись с обмороженными конечностями. Одеялко типа спало? Он говорит, ну да, тоже типа тупняк. Вот, вот так вот это работает. И совсем недавно, вот, военно-пленные, вы можете с ним пообщаться, он есть там в камере, с Ахмата. Их 10 человек зашло на позиции в доме. Кого-то за 200, кого-то... Я вам включу это видео, это реально прикольнейшее видео. Наверное, будет обрезка, потому что люди уже это все видели. Короче, и там суть какая? Да, их бросили командиры в доме, бросили 200-го, бросили чувака с фамилией Кадыров, и это был Ахмат, Ахмат Ча, я называю, ну типа Ахмат Сила, и Тувинца. Командиры убежали, и командир полка этого везет их и говорит. А, ну это мне вчера, все, я понял, о чем вы говорите, и я понял... Они вам рассказывали? Мне вчера Сан Саныч эту историю рассказывал. Он говорит, вот посмотри вот это видео, что всех вывезли, всех вывезли. И в то же время парень, может быть, на этом же стуле, на котором я, сидит, плачет, рассказывает о том, как он себя несколько раз хотел гранаты подорвать. То есть он искренне говорит, да, я там... Ну все, я понял, о чем вы говорите. То есть, ну правда, на самом деле, неправда. Да, вообще неправда. Вы все время коситесь сюда, в садом нарисовано, это мне подарили шеврон. Я когда где-то бываю, у меня уже целая коллекция шевронов, и, наверное, если подписчики... Пулемет вижу, а что написано ежегодно? Там написано досвеченный користувач ПК. Опытный пользователь ПК. А, все, понял. Я до войны был project manager, типа программистом. Поэтому оно такое на тонком. ПК персональный компьютер, и ПК типа пулемет пилашников. Небольшая коллекция уже шевронов есть. Там, где мы бываем, ну обычно я отжимаю, назовем это так. Шевроны, которых у меня нет. Да, пропаганда работает, но это штанги в пропаганде постоянные. Ну, то есть вот топорная или топорная, как правильно говорить. Топорная? Топорная пропаганда приводит к вот таким вот штангам. Когда два чувака еще в плену сидят, а там уже герои выдают, что всех... Рамзан, смотри, мы всех спасли, всех вывели. А он сидит и плачет. И им еще медали дадут. Так, за это поговорили. Вы были учителем? Ну, у меня педагогическое образование, да, я недолго, но был учителем. Не, на момент мобилизации вы... Нет, я уже работал в этом. Семья у вас есть? Да. Дети? Да, у меня жена, двое детей. Дочка выпускница школы. Сын 11 лет, он гимнастикой, мне извиняется. Давайте поговорим про речь. Что вы до войны знали о Украине? Вы образованный человек, давайте... Сейчас, кстати, проверим. Население РФ. 30... РФ. Вашей стороны. Я понял. 36 миллиардов, что ли? Миллиарда? А, нет. Ну, короче, не знаю. 140 миллионов. Да, да, не 36, а 140 миллионов, да. Не, ну, разница очень большая. А население Украины? Не знаю. Вы меня расстраиваете. Ну, эти базовые вопросы не знает никто. Что до мобилизации вы знали про Украину? Что здесь происходит? Что вообще как, чего? Именно до мобилизации. Я специально делаю. И до начала СВО? Давайте тогда... Давайте, что вы знали до начала СВО? Хорошо, что, ну, есть Украина, да. Украина находится там между... Территориально, да, между Россией и Европой. Вот. И о том, что там не все спокойно. И вот это вот, ну, не все спокойно, я о нем знал. Я в третьем классе учился, у меня парень приехал там с Украины. Ну, как, вроде как беженец. Почему? Потому что там стало небезопасно, плохо. Вот. С нами там приехал учиться мальчишка. Вот. Что я знал? Знал, что географически, ну, это, скажем так, хорошо расположенные. Вот, допустим, Абхазия, она расположена хорошо. Там есть море, там есть горы, там мягкий климат. То же самое про Украину. То есть, она расположена так, что, ну, допустим, аграрии на Украине поднимают больше урожая, нежели там аграрии в Оренбургской области. Вот. То есть, есть зона на черноземье, есть плодородные почвы. Вот. Знал о том, что, ну, например, на Украине есть Донбасс. Донбасс-уголь. Еще с советских времен. Да. Вот. Вот. Что там много шахтеров. Вот. Мне всегда нравились украинские песни. То есть, как современные исполнители, да, так и вот. Что еще? Ну, и в принципе, ну, у меня были знакомые, которые ездили, вот я ездил там на Черноморское побережье России, да, там. Были знакомые, кто ездили на Украину и был один знакомый. В Украину. Извините. Нет, давайте, мне не принципиально, но тогда будем говорить на Россию. Я понял. Вот. И был знакомый один, который... Я вас перебью. Вы как педагог. Почему используется фраза на Украину? Я не могу сказать, почему. Это, ну, как, больше привычка? Ну, это же привычку кто-то должен был вам понести. И мы же понимаем, что это неправильно с точки зрения... С точки зрения русского языка это неправильно. Да, почему все ваши цари, там, медведины говорят «на», они безграмотные, что ли? Ну, может быть, чтобы обесценить? Вот. Чтобы обесценить. Чтобы обесценить. Вот. Чтобы обесценить. Вот. Ну, это вот, ну, ты как... В Европу ездил? Да, ну, ладно. Ездил. Ну, в Польшу, то есть через Украину, в Польшу... Его не убили? Он в эту Европу поехал? Мы с ним общались в последний раз в 2016 году, после этого только в соцсетях, живой-здоровый. Все нормально. Будет обрезка. Так, давайте, кстати, посмотрим, ваша жена отписалась или нет. Она прослушала, но мы затянули. Забежите еще одно голосовое сообщение, что там еще общаемся. Ну, еще полчасика. Нин, ну, еще полчасика, может, чуть больше. Потом перезвоним. Я включил запись. Да. Так, на чем мы остановились? Что я узнал в Украине? Я рассказал о том, что у меня один из друзей через Украину выезжал в Европу. Да. Он там и остался, или он потом вернулся? Нет, он вернулся. Он живет в Ростове, он регулярно это делает. Что еще знаешь? Знаешь, что у вас есть выход к Черному морю, флоп. Ну, вот, примерно такой объем знаний. Давайте разберем тезисы вашего царя на тему деноцификации и демилитаризации. Как вы, как образованный человек, понимаете это и вы принимали участие, собственно говоря, в этих процессах? Ну, да. Ну, милитарий – война. То есть, где милитарий? Нет, милитарий – это не война. Ну, как? Во – это война. Во – три буквы. Это война. Милитарий – это вооружение. Ну, то есть, наше правительство, да, считает необходимым разоружить Украину и победить национализм на Украине. Угу. Давайте по порядку разбираться, как можно разоружить Украину. То есть, ну, Украина – это государство, которое находится, которое граничит с Россией. Да. Все, что с нами граничит, да, может, скажем так, быть нам угрозой, потому что, ну, любое государство, в первую очередь, там, да, безопасность, ну, заботится о своей безопасности. То есть, Украина, государство у границ нашей территории может служить как площадкой для, там, ну, недружественных стран, да? Для каких? Ну, страны НАТО. Что мы сделали страны НАТО? Ну, нам сейчас говорят, что страны НАТО, Америка, они несут угрозу тем, что хотят ослабить Россию. Как? А, в том числе и в тянув ее, вот, в боевые действия с Украины. Ну, у нас сейчас конфликт. У кого у нас? У России с европейским сообществом. Вы это сами придумали только что? Нет, это, ну, из-за всех, как говорят, утюгов. С каких утюгов? Ну, в России это есть на радио, на телевидении, в мессенджерах. Причем здесь Украина, воюйте с Евросоюзом. А Украина преподносится как инструмент в этой войне. Что Украина, участник процесса вот этого, непосредственный. То есть, Украине дают технику, выделяют деньги. Вы верите в то, что вы говорите? Мы с вами начали разговаривать о том, что... Да, да, хорошо, извините. О целях. И в связи с этим наша страна в целях безопасности своей должна Украину обезоружить, разоружить, да? Причем так, и также, ну, почему цель динфицификации, да, то, что, опять же, нам говорят, что на Украине высокий уровень национализма, который тоже угрожает в том числе и нашей стране, потому что, ну, носит в себе агрессивный характер, да? Вот. То есть, вот эти две вещи, от них нужно избавиться, так как они находятся на наших границах и несут нам угрозу. Поэтому вы напали. Ну, как нам говорят, что мы же не напали, мы же пришли защищать Донбасс, который 8 лет бомбили до этого. Давайте разбираться, может быть, это будет дольше. Ваш царь сказал, будем разоружать, правильно? Да. Ваш царь сказал, будем... Нет, давайте чуть-чуть по-другому. Что такое национализм? Это плохо или это хорошо, или это как? Нет, это не национализм, а нацизм. 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 От национализма это не хорошо, не плохо. Нет, вы просто говорили только что национализм. Я это поправлюсь. Нацизм. То есть, предыдущие ваши слова мы заменяем на нацизм. Да, читаем, как на нацизм. Хорошо. Что такое нацизм? Нацизм это когда одна из рас считает себя более превосходящей все остальные. Ну, тот же самый фашизм. Вот, то есть, мы арии, мы от бога, мы имеем право на то... На бляхе что у него было написано? С нами бог? Гот митунц. Гот митунц, правильно. У кого это было для зрителей, напомните? Ну, на фашистских бляхах. Ну, да. Хорошо. Вернемся к нацизму в Украине. В чем проявлялся нацизм в Украине? Ну, как сказать, активные события, активные и отрицательные с моей точки зрения, да, события начались, то, что я услышал с так называемого дома журналистов, да, когда людей, ну, вот как объяснялось это, да, что была демонстрация, люди шли на демонстрацию, а к этим людям, наперерез этим людям, да, там прислали футбольных, агрессивных футбольных фанатов, спасаясь от них люди... Вы говорите про события в Одессе. Да, да. Дом журналиста, Одесса, я вот о чем говорю. Там не дом журналиста, там, по-моему, дом культуры или как-то так. Ну, вот... Ну-ну. Вот. И там, спасаясь от, скажем так, этих людей, люди там забежали в это здание, где случился пожар и много людей погибло. И в чем нацизм? В том, что футбольные фанаты, там, тире там националистические формирования, а через них, через их организацию были созданы так называемые вот идейные агрессивные отряды, которые стали основой, ну, скажем так, боевых подразделений, боевых единиц. Вот в этом идея, ну, нацизма. В Украине. В Украине. Ну, так преподносит... Вы понимаете, что вы только что наговорили кучу бреда, который вообще, в принципе, не соответствует действительности. И, ну, его даже нельзя подкладывать под нацизм. То есть, вы взяли один эпизод из сорокамиллионной страны о событиях одного конкретного здания, причем вы его рассказали с точностью неправильно. Все было не так. Там все было не так. Я вам включу, наверное, будет это у нас длинная беседа, короче. Я вам включу. У нас есть ролик о событиях в Одессе. С хронологией. Когда, что. Какие действия привели к чему. И вы же в курсе, что первые пострадали не сторонники. Сторонники, ну, вы просто, ну, нацизм нельзя к тому, что происходило, применять. Там была совершенно другая история. Совершенно другая. И, мало того, если мы еще раз откатимся назад. Ваш царь говорил, где нацификация? Это он точно имел в виду нацизм? Ну, а что он имел в виду, знает только он. Я вам рассказываю, как это преподносят. Хорошо. То есть, все началось из событий в Одессе? Ну, да. То есть, активные, скажем так, военные действия и ущемления Донбасса. Одесса и Донбасса. Ой, Донбасса. Одесса. Ну, началось все в то время. В Одессе, на Донбассе. То есть, ну, во всех, ну, как вспыхнули очаги недовольства, которые потом... Кто их вспыхнул? Ну, я знаю. Я в это время в России находился. А почему вы знаете историю с одного бока, которую вам преподносят? Кто такой Стрелков? Не знаю. Ладно. Гиркин. Игорь Гиркин. Тоже не знаю. А вы знаете, что в 2014 году ваши войска зашли на территорию Донбасса? Ну, мне об этом вчера сказал. До этого не знал. Это как-то меняет картинку? Ну, конечно. В каком виде меняет? Ну, в таком виде, что войска наши, а территория ваша. И что бы им там делать? Ну, давайте думать, что бы им там делать. Не они ли начали это все? Захватили Славянск, разоружали милицию в те еще времена. Ну, я вот это вот все, скажем так, активно... Я об этом, ну, узнаю впервые. Вот так вот. У вас есть повод не верить мне или человеку? Нет. У меня поводов нету. То есть, ну, мы сейчас с вами беседуем. Да, я в том числе там и свой кругозор как человека раз это расширяю. Итого, подвинчиваем эту тему. Вы пришли сюда бороться с нацизмом. В том числе, да. В том числе. Параллельно с бороться с нацизмом вы должны нас разоружать. Ну, да. С ваших слов это связано с тем, что мы являемся инструментом Евросоюза, который... Агрессивного запада. Агрессивного запада. Что лично вам агрессивный запад сделал плохого? Мне лично ничего. В вашей стране? Ну, в моей стране, как говорят, что спят и видят, как нас заставить играть по их правилам и, скажем так, превратить в страну, которая делает то, что нужно им. В агрессивный запад Соединенные Штаты входят? Возглавляют. Возглавляют. Финальная их часть какая должна быть? Когда агрессивный запад поймет, что они победили с нашими руками? Нашими руками. Наверное, когда, скажем так, мы подпишем все соглашения, которые хотели бы они. Я просто в шоке от количества каши и бреда в голове собеседника по причине того, что мы сейчас будем это как-то пробовать структуризировать, эту историю. Смотрите. Как вы знаете, оружие нам начали давать когда и вооружение? Ну, какое-то оружие у вас есть еще с советских времен, которое у нас, скажем так, в Советском Союзе хранилось на территории, которая осталась за вами. Вот так вот. Да ни хрена себе. Вы в курсе, что Украина была до еще Совка? Да, конечно. Ну, так и почему формулировка осталась после распада на вашей территории? Это наша территория всегда была изначально, исконна. Ну, да, было это оружие. И что дальше? То есть оружие у вас было? Да. Ну, что в этом так было? Ничего, просто вы говорите, ну, когда вам начали давать оружие. Ну, то оружие было и было. Хорошо. Численность вашей армии? Не знаю. Миллион до СВО было. Численность войск, которых вошла 24 февраля 22 года? Я слышал, что порядка 300 тысяч. 180 тысяч по шести направлениям зашло. Наши войска сколько? Не знаю. 200 тысяч. Отнимаем ТВВ, службы, связь, всех-всех-всех. То есть у нас активных боевых подразделений, там около 80-100 тысяч. Вы зашли контрактниками и подготовленными военными в количестве Х2 на нашу территорию. И еще тогда у нас не было помощи Запада. Потому что тот же самый Запад думал, что мы не простоим три дня. Это вы можете спокойно. Вы это знаете и это говорилось. Поэтому они тянули и медлили. А помогать оружием нам начали после первого Рамштайна, который произошел позже, когда 50 стран собрались. Посмотрели, что украинцы нормально щинят вас. И здраво оценили, что надо им помочь. Когда еще Байден подписал ленд-лист, который вступил в действие осенью прошлого года. Нам помогали вооружениями, страны просто передавали. Например, Польша передала свои какие-то танки, орудия. Там Латвия передавала. Так вот. То есть я ломаю вашу структуру, что вам стали помогать. И поэтому... Ну, давайте по-другому. Если вам мешала Европа, почему вы не напали на Европу? Почему вы не напали на маленькую Прибалтику? На Латвию. Где население Латвии меньше, чем население нашей столицы. Ну, опять же, я же не стратег, не... Не стратег. Я не знаю, почему. Почему не напали на Латвию? Потому что там есть НАТО. А напали на Украину. Потому что там есть НАТО. Потому что численность вооруженных сил НАТО, знаете, сколько? 4 плюс миллиона. Потому что только сумасшедший нападет на НАТО. Понимаете? Ну да. И плюс у них вооружение намного лучше и качественнее. Дальнебойные пушки. Атакам. Высокоточные, самое главное. То, чем пользуемся сейчас мы. А вы, как варвары, градами разваливаете наши города. Харьков. 24.02. У нас был на интервью... Матюгаться не хочу. Который нажимал на гашетку и стояло три звена градов или как у них там расчета. И они по Харькову валили. В обычной многоэтажке. Кто он? В мирный спящий город в четыре утра? Солдатик. Ну, вопрос-то не к солдатику, а к тому, кто ему отдал такой приказ. Почему не к солдатику? Солдатик не принимал участие? Нет, но солдат, опять же, это инструмент. Как говорят, когда тебя ударили палкой, думаю, о том, кто тебя ударил, а не о палке. Солдатику кто отдал приказ? Ну, так если он тупой, то что? Ну, а преступный приказ, есть такое понятие? Есть. Ну, значит, он исполнил преступный приказ. Можно так говорить? Он исполнил, да. Ну, он мог его не исполнять? Конечно. А что он его исполнил? Причем, он бы принял. Нет, потому что он мудак. Он видел город, спящий в четыре утра, и по нему... Я уже экспертом стал по вооружениям. Сорок градов, когда... Ну, снарядов... Сорок ракет. Сорок залпов. Какую они площадь накрывают? Ну, я думаю, что большая, там несколько футбольных полей, наверное. Совершенно верно. А там стоял расчет, по-моему, речь идет. Я не помню. Поправьте в комментариях, напишите. 12-градовый по середине смерчи стоял. Или ураган? Ураган стоял. И они разрядились в четыре утра. В спящий Харьков. В мирный. Город, где живет более миллионный человек. Северная Салтовка. У нас есть ролик на канале. Мы ездили, снимали ее. Вы видели? Нет. Вам показать? Ну, я понимаю, что это жуткое зрелище. Совершенно верно. Те люди были нацистами? Ну, нет, конечно. Не может выйти нацистом весь город. Мариуполь, Днепр. Эти все мирные города, там, что, все нацисты? Или ракета летит и выбирает? Ты нацист, а не нацист? Ну, все дело, что мирным жителям никто и, скажем так, права не оставляет. Война идет на их территории. Война идет на нашей территории. И вы, фашисты, оккупанты, пришли бороться с непонятно чем. Вы видели хоть одного нациста? Нет. Фашиста? Нет, не видел. Почему? Я видел только, ну, опять же, как видел, находясь в плену, ты же находишься за поездными глазами. Я слышал просто ребята из Озова. Ну, они нацисты? Ну, они ничем не отличаются, там, от тех людей, которых я видел, там, ну, до этого. То есть, мне все говорили, ты сюда пришел с оружием. Я говорю, да, ну, значит, ты захватчик. Мы на своей земле. Вы захватчик? По факту, получается, да. Вы оккупант? Ну, исходя из последних разговоров, да? Давайте без последних разговоров. Вы оккупант? Ну, получается, что да. Почему получается? Смотрите, когда я приехал сюда, ну, у меня такие мысли были. То есть, ну, я же не вы по человеку, я понимаю, что... Я в этом сейчас начинаю сомневаться. Что я приехал, ну, на чужую землю. Вот, я разговаривал с ребятами с ДНР. Я говорю, ну, слушайте, вот мы с оружием, да, ну, мы россияне, мы сейчас вот находимся, ну, здесь у вас. Вы-то сами как считаете? Я понимаю, что вы, ну, воюете, да, там. Ну, вы воюете там, где вы родились, а я воюю там, куда меня привезли. Я говорю, вы сами как думаете, ну, я не совершаю никакого преступления? Ну, то есть, это была беседа, вот тет-а-тет, да, мы с человеком там, без всяких командиров говорили. Он говорит, нет, ты знаешь, вот там с 13-го, с 14-го года там Донбассу жилось очень плохо. То есть, у нас там не было вливания денег, и вот если бы нам не помогла Россия, то есть, у нас все было старое, у нас там, ну, не делались дороги, у нас там не обновлялся там железнодорожный парк. Ну, там, это ребята с Дебальцева, они вот со своей точки зрения, да? Вот, и только то, что Россия нам начала помогать, мы, ну, благодаря этому выжили. Вот. То есть, беседы с вот этими людьми. Потом там мы идем по Горловке, да, там, бабушки там нас, крестингер, дай бог вам здоровья, там, спасибо вам, там, защитники. Там начался дачный сезон, стали приезжать дачники тоже, там, о, здесь вот у нас, это, наши защитники там стоят, тоже там, ну, какие-то продукты передавали. То есть, ну, вот местное население, которое смотрит, ну, на нас и, там, говорит спасибо за то, что мы здесь, вот, оно, скажем так, оставляет все сомнения, которые были, когда вот я сюда приехал. Вы знаете, сколько уехало людей из Донбасса? Когда туда зашли вы, оккупанты, в 2014 году, начали там убивать, мародерить с 2014 года. Ну, нам же преподносит все наоборот, что мы начали помогать. Вы, хорошо, пойдем, короче, по-другому. Вы пришли бороться с нацизмом? Вы в курсе, что Советский Союз был пособником нацизма во Второй мировой войне? В фашистской Германии, у них был союз, и они напали на Польшу. Ну, только не скажите, что вы не знаете, вы преподносите. Что Советский Союз напал на Польшу? Да. Ну, знаю, да. Ну, они были союзниками с фашистской Германией. Ну, да. Вы это знаете? Да. Ну, теперь расскажите в этой концепции. Как это так получается? В чем разница между Второй мировой войной и Великой Отечественной? Вторая мировая война? То есть, Великая, ну, как, Великая Отечественная, она получается... Ну, как, это как с двух ракурсов смотреть на одно и то же событие. То есть... Почему нельзя смотреть с двух ракурсов? Было одно событие. Вторая мировая война. Расскажите, кто с кем воевал? Воевала Германия. Милитаристическая Германия напала на территорию Российской Операции. Ой, ну, тогда Советского Союза. В каком году? Получается, в 1939-м? Нет. В 1939-м происходили другие события. Чтобы напасть на Германию, чтобы напасть на Советский Союз фашистской Германии, как вы говорите, милитаризированной Германии, да? Нужно было дойти еще до Советского Союза. Какие были государства по дороге? Ну, даже самое... Это Белоруссия, Польша, по-моему. Польша? Польша. Что надо было сделать с Польшей? Что надо было сделать с Польшей? Захватить. Ну, и другие страны там всякие. Слева, справа по дороге. Ну, был договор. Вы знаете, что был парад в Польше? Совместный. Красной Армии с фашистской Германией? Нет, такого не слышали. А почему вы такое не слышали? Я первый раз об этом слышу. Наверное, потому что меня эти темы не сильно затрагивали, как-то интересовали. Потому что вам эти темы не сильно рассказывают. Либо так. Ну, либо так. По сути, это не будет ничего. А вот, кстати, Харьков. Это ВОО. Как вам? Ни одного целого дома. Ну, ужасно, конечно. Ну, так просто ужасно, конечно. Давайте в вашем городе так развалят. Спальный район. Давайте не надо. Нет, надо. Это будет. Суть заключается в следующем. Советский Союз были союзниками с фашистской Германией. Я знаю, что был только пакт о ненападении. Ну, это так надо говорить. На самом деле, до 41-го года Советы поставляли в Германию продовольствие, сталь, нефть и так далее, и тому подобное. И был совместный парад после взятия Бреста, когда стояли офицеры фашистской Германии и красные офицеры. И принимали парад у техники, которая ехала в развалином городе. Ну, я не слышал этого. Ну, я вам покажу, когда мы с вами закончим говорить. Дальше. Вы говорите, что вы не оккупант, потому что вам разговоры с местным населением снимали все ваши возможные сомнения. У нас есть ролик, 8 лет добили бомбас, так называемый. Когда, во-первых, с Донбасса уехало очень много людей. Больше. Логично. Да, потому что война. Пришли вы, мародеры, насильники, и грабили, уничтожали. Вырезали заводы, производство. И вы создали условия, при которых за год-два на Донбассе остановилось все. Все стали бомжами, безработными. Производство все остановились, шахты поостанавливались. Работали черные окопанки, остальные шахты со временем закрывали, закрывали, закрывались. Мужики, мужское население, оставшееся, пошло по контракту служить в народную милицию, которую вы упоминали. Потому что там ни хрена не делаешь, войны-то как таковой не было. Активная фаза, она быстро закончилась. И вот все началось. Вот начало этой всей истории. А что произошло 24 февраля после речи вашего царя? Ну, когда он признал эти государства. Да это нету никаких государств. Еще раз. Цель Рашки была, начиная от Харькова и заканчивая Одессой. Вот все области, которые идут, Харьков, Донецк, Луганск, Мариуполь, Одесса. Прорубить себе до Приднестровья пешеходный, точнее, сухопутный коридор. Прорубить себе туда. Но не получилось. Не получилось. В Одессе не получилось. В Харькове не получилось. А на Донбассе зашла группа Гиркина. Есть такой ФСБшник у вас. Он до сих пор есть. Есть его признание. Как он это все рассказывает. Стрелков у него псевдоним. Игорь Гиркин. Который начал так называемую «Русскую весну». В двух областях, которые с Рашкой прилегали, получилось, когда заходили первые колонны в Украину и проводили обстрелы. А Путин, начальник, говорил, это шахтеры нашли в шахтах вооружение. А потом он, видимо, забыл и в тупую говорит, да, мы зашли. Да, мы это делали на пресс-конференции. И что нам за это будет? Его коронная фраза. И пусть бы эти хохлы попробовали стрелять в женщин и детей, которые будут стоять перед нашими войсками. Смотрели эту конференцию? Нет. Такую не смотрел. Почему? Потому что его не показывают. А это его слова перед журналистами. Да, я не скрываю. И мы бы посмотрели, как бы они стреляли в женщин и детей. Перед нашей техникой. А 24 февраля по шести направлениям ваша армия вошла 180-тысячной ордой. Получила пизды. И убралась. И сейчас бежит отовсюду, откуда только можно. Вы яркий свидетель того, что никаких побед у вас нет. Горы трупов, горы трехсотых и окопы. Оружие нам начали активно давать с конца лета прошлого года. Когда весь мир увидел то, что наши защитники могут делать дела. Какая мотивация у ваших войск? Лично ваша мотивация была идти сюда, умирать. Ну, то, что... Не сесть в тюрьму. Вся ваша мотивация. Я ошибаюсь? Ну... Нет, давайте вот простой вопрос. Вы пошли воевать, чтобы не сесть в тюрьму? Ну, я пошел воевать, потому что... Убираем красивые слова, повестка пришла. У вас нету войны. Нет, 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 подождите. Я не про повестку. Я про то, что... Ну... Исторические события... То есть, ну... Я как участник исторических событий освобождения территорий, которые страдают с какого-то 2014 года. То есть, Россия... Я вам говорю о том, как это... Я говорю, прошу вам лично дать мотивацию участия в войне. Вам слово «война» запрещено говорить. Я вам так напоминаю. Ну, по сути, да. Что? Вам было насрать на этих жителей Донбасса. Потому что вам сказали, чувак, у тебя вот вилка. Или в тюрьму, или идешь мясом. Так было? Ну, еще высокие зарплаты. Ну, бабки — это второй мотив. Те зарплаты, которые получают мобилизованные, но они таких денег, конечно, не получали. Зарплаты — это не сесть в тюрьму. Вам тупо насрать на этих жителей Донбасса, потому что вы не знаете население своей страны. Вы не знаете население моей страны. Вы про мою страну не знаете ничего. От слова совсем. Ну, да. И я не сильно верю вам в формате того, что те люди, с которыми вы разговаривали там, на Донбассе, соответствуют вот этой вот категории людей, с которыми можно разговаривать. Если вы видели там совкадрочеров каких-нибудь, бабушек и дедушек, которые застряли в 60-м году, безусловно, они вам будут говорить. Если бы вы еще плакат Ленина достали, что у вас делают мертвые от туловища на Красной площади? Это культ личности. Это нормально? Это не туловище, это мумия. Нет, это туловище. Это тупо труп, который лежит на Красной площади, и на него ходят за бабки, подрачивают кучи народа. Ну, это культ личности Ленина, который создан был Сталиным. Новая религия. А что случилось со Сталином? Что, он недолго полежал? Ну, расскажите зрителям. Я не знаю, почему он недолго полежал, но еще раз говорю, создание мавзолея и сама идея, да, не закопать в землю, а оставить тело Ленина, это как создание новой религии. Это нормально? Ну, что нормально вообще в принципе в жизни, да, каждый решает сам для себя. Ваша личная оценка? Моя личная оценка, что само понимание, сама формулировка вождь, вождь пролетариата, то есть, ну, вождь это что-то из, ну, дикое, из древних времен. Вот. И мавзолей это тоже, это, ну, блин, это там, ну, у инков, да, то есть, это туда-назад, это не сюда-вперед. Ну, мавзолей среди... Фюрер. Это как, что значит? Лидер. Это вождь. Фюрер Ленин. Фюрер Сталин. Ну, да. Лидер. Сильный лидер. Сильный? А чем Сталин был сильным? Чем Ленин был сильным? Ну, вот, то, что сделал Ленин, да, сделав революцию, я не могу сказать, что он сделал хорошо, потому что было образованное общество, были офицеры, да, и... Напомните, пожалуйста, всем зрителям, что сделал Ленин, в каких годах это было, и почему вы считаете, что то, что он сделал, это плохо. Смотрите, ну, в каких годах я про революцию 1917 года, наверное, слышали, ну, наверное, все слышали про нее, да, знают. А что сделал Ленин? Ленин создал, ну, объединил, объединил рабочую крестьянскую армию, и, получается, эта армия свергла действующее правительство, захватила власть, ну, само пришло к власти, после этого начались гонения и там, и расстрелы, ну, офицеров. Почему вы сказали, что это плохо? Почему я считаю, что это плохо? Потому что было образованное общество, сам царь как личность, ну, мне импонирует, вот, было образованное общество, у власти стояли люди с образованием. Почему вы говорите неправда? Почему неправда? Кто отправлял дворян учиться в Европу? Потому что только попы умели писать и читать. Ну, и вся эта империя была построена на кнуте и прянике. А правящая элита были, ну, по сути, тупые чуваки, которые попали просто в нужное время и родились в нужном роду, скажем так. Слушай, ну, я не совсем так считаю, я считаю, что, говорю, все-таки... Ну, вы знаете историю, когда отправляли в Европу за знаниями? Ну, конечно. Ну, а почему так было? Ну, потому что там уровень образованности был выше. Да, вы в курсе, что в Украине уже были школы, университеты и люди, обычные люди? У нас не было понятия крепостной. У вас оно было? А у нас оно было, да. Да. А у нас казаки были. И у нас умели читать и писать. И, опять же, возвращаясь к Ленину, то есть к власти пришли малообразованные, обиженные там, да, слои населения. Вот. Ну, как, даже там этот весь мир насилием и разрушим, да, кто был ничем, тот станет всем. Да, совершенно верно. То есть вот это вот все. Я с этим, ну, не согласен. Ну, просто. Что было дальше? 20-е, 30-е. Я об этом даже детям своим всегда говорю. 20-е, 30-е. Ну, потом, потом был голод, потом... где? В России. В России. Где в России был голод? Сколько голодоморов прожила? Вы говорите про голод, глобальный голод, недостачу еды, или про голодоморы, которые делала советская власть в Украине? Нет, я говорю про голод, который, ну, как недостача еды, был после, ну, как, у нового Советского Союза, как у нового государства. А вы знаете такую историю? Вы говорили только что лозунг пролетарии всех стран объединяйтесь. Что это значит? Люди, которые пришли к власти, называли себя пролетариатом. Ну, в том числе и мировым пролетариатом. Да. Вот. И призывали к тому, что только, ну, как, объединившись, да, мы достигнем каких-то значительных результатов. Объединяйтесь, то есть создавайте союзы и, в том числе, с нами и мы вам поможем. Кто оплачивал все это, все эти банкеты по всему миру? Это было сделано в том числе, там, на деньги немецких банкиров. Нет. Львиную долю всех вот этих заходов, как это на русском. Вы говорили, что там берегу как-то... Голод был, потому что изымалось все и слалось на подкупы государств. И фашистской Германии в том числе. И, по сути, Вторую мировую войну коммунизм толкнул ее. Знаете Ленин? у него была мысль, что все должны быть короче объединены. Но, чтобы это объединение происходило, нужно кому-то платить. Объединять мысли, собрания проводить, партии, съезды делать. И это все платил, Рашка платила. После революционной. Люди свои не доедали, свои не доедали, а все ехало туда, в Европу. Почему гладоморы были, знаете? Потому, что нужно было показать какие-то досягнания на русском, как это? Достижения? Достижения показать. Но, где были все инженера? Все умы? Опять же, вот их и они все были на соловках, на всяких прикол. Просадка, потому что... Да, где все покупалось? Все технологии, заводы покупались где? На Западе. На Западе. За покупку надо было рассчитываться? Конечно. Где это рассчитываться надо было брать? Со страны, со своих ресурсов. Да, поэтому вы, крестьяне, подыхайте, правило трех колосков, а мы будем покупать технологии, пароходы, чертежи там, в Европе. Вы знаете, что большинство всех объектов, которыми сейчас гордится Советский Союз, точнее Рашка ваша, были построены не русскими. Да нет, об этом не знал. Почитайте, как вернетесь. Почему был Голодомор после военной, после Второй мировой войны, в Украине Голодомор был, в 47-м году? Не знаю. Потому что нужно было платить и покупать технологии, отстраиваться, забирали все у своих, и опять же, гнали все куда-то. Вся Российская империя, по своей сути, до сегодняшних дней, и я вас, не обидное слово, отнесу в категорию вам Путин нравится, это однозначно, я это понимаю. Вы за него голосовали? Я всегда голосую против всех. То есть поддерживаете текущую историю? Я просто, скажем так, Путин мне нравился, когда после Ельцина в России наводился порядок. Где-то даже 2004-го, 2005-го года, пока я в армии служил. То есть, действительно, стало лучшим. А дальше я начал, когда ходил на выборы, я голосовал против всех, потому что я просто не видел альтернатив. Вы поддерживали Путина? Нет альтернатив. За Путина. Путин вам симпатизирует, он типа такой весь четкий царь, все типа якобы намази у него, все настроено и все хорошо. Вы в чистом виде любитель режима и любитель быть в стойле. Я это утверждаю. А когда это стоило и царь порешил, что теперь пойдите и умрите, у вас не было выбора. Как у тех, кто был тогда в 20-е годах, в 40-е годах? Или я не прав? Ну раз я не сделал ничего против этого всего, что получается, значит да, я был как вы говорите в стоиле. Нет так я это утверждаю 90 процентов. 95 процентов всех военнопленных не может объяснить ничего. Вы хотя бы пробуете что-то объяснить. Но вы любители режима. И по сути три царя начиная от Ленина продолжают. То есть берем Ленин, потом Сталин, опускаем всех вот этих историй там. Да, это все эпизодические темы. Но Путин как пришел 23 года с передышкой на Медведева, потому что так он и есть. Это продолжение Сталина, кровожадный. Поговорим про Сталина? В каком ключе? А про него можно говорить в каком-то другом ключе? Нет, но это сильный лидер, который был кровожадный. в чем он был сильный лидер? Сколько он людей уничтожил? Уничтожил. Сколько людей было уничтожено? Что такое трудовые лагеря и трудовая армия? Можете пояснить людям? Конечно. Учитался с лженицей лженицей лагеря Это нормальная трудовая армия? Вообще если взять скажем так в экономическом аспекте человек либо работает за деньги либо работает бесплатно если он в трудовом лагере. То есть он работает за еду. Плюс опять же в ГУЛАГе еще нашлись уникальные люди с еврейскими корнями которые придумал систему пайков то есть человек чем он лучше работает тем он больше кушает вкуснее кушает и по сути вот эта система что человек работал для того чтобы кушать чтобы выживать вот Это нормально? Об этом пишет Солженицын Так ваша оценка это нормально? Ну нет это не обман это в первую очередь обман населения Вы не обман мы не хотим вам платить деньги мы вас просто посадим и вы будете работать ради того чтобы не сдохнуть убираем все красивые формулировки ты будешь херячить как раб на галерах откажешься сдохнешь сколько было закопано там тысяч людей много хороший справедливый нет не справедливый я же говорю сильный лидер да не лидер он не сильный он никакой не сильный расскажите всем смерть Сталина это я ломаю теорию сильного лидера про смерть Сталина как он сдох я не знаю как он сдох ну как это это же по идее ваш кумир сильный чувак я не говорю что он мой я чтобы не соврать здесь будет обрезка знаете почему он умер потому что ему не оказали медицинскую помощь он Путин сейчас повторяет его полностью историю потому что когда Путину будет херово ему даже не окажут медицинскую помощь ну понятно потому что почему но иначе он просто будет дальше жить а так он умрет и не почему ему не окажут не специально не окажут не специально потому что им недовольны не так Сталин помер будет обрезка сейчас я найду четкие факты ну вот я нашел 1 марта это произошло я читал одну и ту же статью смерть Сталина наступила вечером 5 марта 53 года на 75 году жизни вследствие кровоизлияния в мозг которое произошло предположительно 1 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза смысл какой ему ему не оказали медицинскую помощь потому что боялись его потревожить и он умер сам по себе содрогаясь короче в судорогах потому что все его окружение настолько боялось его что никто не осмеливался зайти в кабинет потому что он сказал я буду там его все боялись это смелый человек точнее какой в этом слове сильный сильный лидер тот который настолько своих подчиненных и окружения назовем это современным словом зашугал что ему боялись оказать медицинскую помощь и зайти в его покое эта же история будет с Путиным я как апостол это предрекаю ему будет хреново и он в своей собственной моче захлебнется или своих и кто-то не успеет или кто-то побоится вот так вот будет Путин живет начиная от коронавируса в бункере он оторвался от реальности он полностью повторяет судьбу и жизнь что одного а Ленин как умер помните ну Пани Каплан стрелял в него в результате чего у него были ранения как говорили в том числе ядовитыми пулями он получил несколько этих пуль две по-моему у него попали это какая-то ваша версия закончилась обрезка однако помимо официальной советской версии смерти Ленина еще в 20-х годах высказывалось мнение о заболевании Ленина с сифилисом непосредственной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг в результате нейроваскулярной формулы формы сифилиса эту версию подтверждает то что Ленина лечили исключительно ртутными мышьяка содержащими противосифилисными препаратами в июне 2004 года данная версия была опубликована в журнале European Journal авторы которых короче там дальше пошло просто про смерть Ленина мы с детьми разговаривали я со своими детьми разговаривал тоже там углубляться там конечно не сифилис назван а вот его ранение несколько потому что герой не может умереть от сифилиса народное достояние согласен которая лежит на Красной площади не может ну да вообще Рашка жила хоть раз сама люди по себе жили свободные были в какой-нибудь промежуток времени берем с 1900 годов 1900 и поехали но если при Ельцине но это была такая свобода что это было типа выживание просто развал страны да и кто-то себе что-то урвал с тех времен а потом что получилось а потом опять царь и все бандитизм потом бандитизм перешел там в крышу полиции ну милиции и по сути путин 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 по профессии фсбшник разведчик контрразведчик много красивых слов которые не о чем он наголимый фсбшник который послужил в Германии потом вернулся и того в сухом остатке мы имеем до войны Ленин потом Сталин потом Путин первый кончил херово второй кончил херово третий кончит херово ну такая как бы штука а вы все как были крепостными так и остались ими за границу вы поехать не можете без разрешения фсб на улицу с полка там вы выйти не можете не можете вы же это знаете даже с пустым белым листиком не можете выйти вас арестуют но я не пробовал не выходил вам показать эти видео как выходят не ну если вы уверены про них говорите я знаю значит они есть будет обрезок с пустым листом выходят их арестовывают будет обрезок а вот давайте кстати продам били добили бомбас да вы же пришли их защищать 8 лет официальная диаграмма начало обрезки это я пока искал митинги не могу найти 24 февраля 22 года это статистика смертности за 8 лет которых жестких бомбежек понимаете да ее цель так в соответствии с статьей 51 части 7 устава ООН мною принято решение о проведении специальной военной операции ее цель защита людей которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима и для этого мы будем стремиться демилитаризировать и деноцифицировать Украину а также преданию суду тех кто совершил многочисленные кровавые преступления и ниже статистика смертей количество убитых гражданских лиц в результате военных действий на территории Украины 2014 2084 человек 15 955 и падает в 21 году было сколько 25 человек информация выше исключительно по убитым и только по гражданским лицам эта информация включает и проверенные данные от представителей ДНР и ЛНР например согласно пресс-релизам представителей ЛДНР за 21 год погибли 7 человек в ДНР один человек ла-ла-ла это официально лежит у них на сайтах это их официальная статистика ДНР ЛНР 25 человек это много или мало за год это очень мало сколько у вас на дорогах Украины на дорогах я знаю что на дорогах России там порядка там тысячи человек гибнут за год да я могу путать но по-моему статистика там вот две тысячи что ли людей или там пятьсот сколько гибнет ну сейчас есть ДТП в России так называемая страна смотрите в 2021 году погибло 14874 человека но это же я не придумал но а всего число пострадавших так же постоянно уменьшалось с 250 это пострадавших каждый день на дорогах страны происходит 400 ДТП с пострадавшими в них гибнет 44 человека каждый день а мы говорим про 25 человек так дамбили бомбас но 44 у вас каждый день в ДТП без войны а там за год в воюющем воюющей области но если верите в статистике так это же ваша статистика ее же никто не будет рисовать ну почему сразу начинается если если верить если не верить ну потому что до там беседы с вами я верил совсем в другие вещи и ну чтобы там поверить что-то новое это надо принять и понимаете да новая информация она должна как говорят увлечься в голове надо ли чтобы она улегалась ну а почему нет не ну наверное надо это же скажем так разные источники для восприятия по итогу возвращаемся к нашему главному вопросу это вы говорите что Россия напала на Украину чтобы Украина не напала на них на вас ну чтобы не было угрозы ну есть такой тезис останови врага на чужой земле на его земле чтобы на войне не убивать остановить врага так читайте читайте мы только защищаем нам отказывают в праве защищать свои собственные границы Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала кто напал на Украину первый ну про 14-й год вы мне сейчас рассказали что появились войска хорошо давайте уберем 14-й год в 22-м году кто напал по 6-ти направлениям в 180-й в Россию в Вилованьска в Руд дальше вся ответственность за возможное правопролитие на совести правящего на территории Украины режима я думаю православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход антихриста официального антихриста за наших ребят которые сейчас сражаются с этой нечестью остаемся на стороне вот этих храмов да пусть они даже и разбиты на стороне Богородицы на стороне Христа жители поселка рассказали о зверствах украинских солдат мы должны считать их террористами разделение вооруженной силы Украины отчаявшись вдержать наступление группировки войск вооруженной силы России начали массовое применение боеприпасов начиненных фосфором при Галак Киеве наши потери в 7 8 раз меньше чем у противника мы думаем прежде всего о жизни каждого российского вынослужа неудача вопрос если бы потерю у вас было в 7 или 8 раз меньше нас тогда возникает вопрос а где ваша контрактная армия сегодня сколько там было число 190 тысяч погибших ваших 200 я не знаю сводка что у вас по телевизору есть а с вашей стороны с вашей стороны с нашей стороны нет такой сводки с вашей стороны 6000 погибших последнее что объявлял Коношенко ваш потому что ну нету его действительно нету такой информации нет 6000 человек последний раз он объявлял что правильно 6000 или 190 тысяч вы как человек который видели валяющихся двухсотых которых не забирают ну да там порядка 20 трупов в день я увидел правда я думаю где-то посередине но точно не 6000 это точно если бы правда была посередине то вас бы не мобнули вас бы не мобилизировали не мобилизовали у вас сохранилась бы ваша контрактная армия понимаете ну понятно то есть армия бы справилась и без нас ну конечно у вас была миллионная армия двухсоттысячный кулак 180 тысяч зашли за полгода они закончились у нас есть хронология всех интервью всех интервью как контракчи в начале были потом они закончились пошли срочники с воинских частей заставляли генералы упрашивали солдат подписать контракт потом пошли добровольцы потом пошли мобилизовали зэки все хорошо в армии когда зэков набирают нет а если 190 тысяч двухсотых есть еще санитарные ну трехсотые их больше конечно трехсотых всегда больше всегда больше ну есть коэффициент три вообще мировой признанный в любом конфликте и мы имеем тогда число 190 двухсотых и берем ну там типа 400 тысяч пусть будет x2 трехсотых 600 тысяч вот и вся математика бьет контрактники закончились надо восстановить 300 тысяч набрали опять же сколько набрали это объявили что 300 тысяч больше уже набрали никто же не этот не говорил что вот 300 тысяч и все тезисы которые читает мы не хотим войны мы только защищаемся чтобы защититься мы нападем на соседнее государство наш противник несет полную ответственность за эту войну мы себе жили-жили тут на нас напали и мы за это еще несем ответственность лидер нашего противника изначально зол и похож на дьявола это есть похоже на дьявола нет то что высмеивается ваш лидер да это есть в нашей прессе в наших телевидении интернете мы защищаем благородное дело а не свои особые интересы ну да есть идея красивая идея с которой мы идем но при этом вы не хотели сюда идти у него был вариант или тюрьма или пойти ну и бабки враг целенаправленно совершает зверство но если мы совершаем ошибки то это происходит без умысла то есть мы жили себе жили 30 лет не бомбили свои города а тут короче херясь Вася которому 20 лет сидит у меня на интервью и рассказывает что в 4 утра мы по Харькову 12 машинами градов 12 на 40 сколько 500 залпов враг используют запрещенное оружие наши потери малы и потери противника значительно мы только что проговорили про потери наше дело поддерживают признанные интеллектуалы и художники ну те кто у кормушки да те кто кому платят за пропаганду интеллектуалы поддерживают наше дело святое ну да святое нет война любая война это не святое дело просто ну это есть есть такой тот кто ставит сомнение под сомнение нашу пропаганду помогает врагу является предателем ну сейчас введены новые законы да видели этот ролик нет нет одна страна и ее внушает нет президента и одна победа что это и так начну с того что современная украина целиком и полностью была создана россии за счет отделение отторжения от нее части ее собственных исторических территорий у миллионов людей которые там проживали конечно никто ни о чем не спрашивал и о положении 8 лет бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами это все а а и и и а и и и и и и Прикольно? Да. Дальше интересно? В принципе, да. Убийство мирных жителей, блокады, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как вам говорят, конца и край этого фильма. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить нам кашу. Не нацикло отношения проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Дальше. 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 Продолжение следует... Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции и произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому, если бы, я очень испугался, если бы предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Почему бы, действительно, не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой степи, под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину. 2 миллиона человек должны были либо уехать из Украины, либо должны быть динафицированы. То есть быть уничтожены. Драмтеатр в Мариуполе. 300 детей. У вас. Понимаете, что те же самые ролики показывают нам, только нам говорят о том, что это так относится к своему насилию. нацисты. Почему мы жили до вас и ничего не было? Вообще, какое вам дело, что у нас здесь происходит? Вот этот тезис мне тоже очень нравится. То есть, ну, есть, не знаю, семья, квартира, кухня, да, там, что там происходит, там есть одна хозяйка. Да. Какое дело, там, ну, хозяйки с соседней квартирой, да, как там готовится борщ в соседней, это другая семья, другая квартира. Да. Мне тоже это нравится. Понимание, то есть, ну, даже если у вас и национализм, нацизм, это у вас. И почему мы должны приходить, ну, скажем так, и разбирать, ну, как, у вас же есть там полиция, органы власти. Но вы сами в своей стране наводите порядок, тот, который считаете нужным. Зачем там наше участие? Да. Этот вопрос я хочу и узнать. Вот. Да, у нас все есть, полиция, там, СБУ есть, всякие там другие органы. Мы жили без вас. То есть, ну, если вы, скажем так, угроза у наших границ, ну, нужно укреплять наши границы, а не переходить эти границы и… Мы пойдем нападем первыми, чтобы на нас не напали. А напали ли бы мы? Вопрос. Да. Чего мы до этого не нападали? Как нам говорят, буквально за… Украина готовилась напасть, но буквально там мы на несколько дней там опередили, упредили. Ну, вы взрослый человек. Я тоже говорю, что это, ну, непроверенный факт, который… Да это чушь. У нас армия меньше в пять раз. Даже была в 2022 году. Мало того, у нас нету ядерного оружия, которое благодаря вам и Будапештскому меморандуму мы избавились от своего ядерного оружия. И вы были гарантом того, чтобы на нас никто не напал. Но вы напали сами. Было там еще два других гаранта, которые почувствовали, что тут получилась херня и начали давать нам оружие. Англия и Соединенные Штаты. И вы были нашим гарантом. В случае нападения на нас какой-нибудь третьей стороны, вы должны были предоставить свои вооруженные силы и свои вооружения для защиты. У вас вся империя построена на лжи. Вы плевали на все договоренности, которые могут быть. Вы историю трактуете так, как это хочется вашему третьему царю. Я его так называю. Ну, историю все цари трактуют так, как нужно им. Нет. Почему вы себе это взяли за правило и почему вы пробуете оправдать свою... Есть история, мировая история, которая затрактована всеми. Смотрите, я в школе учился, когда был Советский Союз. Начинал учиться. И вам рассказывали, что война началась в 41-м году. И нам рассказывали, что, ну, дело там большевиков правое. Ну, получилось-то... Сейчас, ну, прошло какое-то время, да, там я получил другую информацию. Вот, я понимаю, что не таким уж оно и правым было, на самом деле. Вот, что я вам об этом говорил, да, что я поменял свое мнение. Пока я был школьником, да, я... Что было в Чечне? Война. Почему? Другой вопрос. Почему в Чечне, почему в Афганистане, почему сейчас здесь есть контингент российских войск? Вот в этот, вот такой вот вопрос. Что мы делаем везде? Идем наводить порядок. Вы все время всех пробуете только кнутом присоединить. Дагестан. Бесконечная контртеррористическая операция. Осетия. Абхазия. Приднестровье. Грузия. Чеченская первая. Чеченская первая. Чеченская вторая. Украина. Вообще, есть хоть три года, где вы никуда свое жало не суете? И Украину вы должны были за три дня, как со всеми остальными было. И гонят вас на убой. Гонят нас, да, на убой. Как скот какой-то, который не знает, за что воюет. Конкретно вы воевали за то, чтобы не сидеть в тюрьме. Потому что в тюрьме что? Привожен. И тоже воевать. Есть что-то добавить? Я уже устал. Мы уже беседуем. Полдня. Полдня. Я устал, у меня поднялось давление по ходу, короче. Мне еще надо, как минимум, с кем-то поговорить. Звоню в машине. Супруге. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Как у меня могут быть дела? Нормально. Ну, нормально, нормально, хорошо. Ваш муж в плену, вы это знаете? Конечно, знаю. Да. Отлично. Если вы хотите с ним пообщаться, мне нужно ваше согласие на записи и публикацию беседы. Что стоит еще раз, пожалуйста? Мне нужно ваше согласие на записи и публикацию беседы. У меня есть разве выбор? Да. Представьте себе, у человека может быть выбор. Ну, у вашего мужа, конечно, не было выбора. Его отправили убивать в чужую страну. Или сидеть в тюрьме, он выбрал убивать чужую страну. У вас есть выбор сказать, нет, я не хочу, и на этом разговор закончится. И даже то, что мы сейчас поговорили, мне придется это вырезать. Вы не говорите, где вы находитесь, с кем вы находитесь. Ты меня видишь? Я вижу ответ. Привет. 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 Слушай, ну, я вижу, что ты сильно переживаешь. Я в плену уже в обменном фонде. То есть, нормальное содержание, нормальное отношение. Я жив-здоров. Вот. Все части тела у меня сохранились, я не был ранен. Меня просто присыпало после удара мины, хотя я остался целым, и меня откопали уже, получается, азовцы. Вот. Я был у азовцев, теперь меня передали сюда, в обменный фонд. Да вы не в обменном фонде. Вы в плену находитесь. Ваша жена должна за вас бежать куда-то там и сообщать, что вы в плену. Ты сходи, пожалуйста, в этот военкомат. Ты откуда знаешь, что я в плену? Тебе сообщили? Ну да, мне звонил с этого. Ваша, короче, команда, не помню уже ни фамилию, ни имя. Понятно. В общем, смотри. Первое что? Первое. Со мной все хорошо. Жив-здоров, цел. Неврезим. Второе. Я в нормальном месте, ко мне нормально относится. Жду обмена. Для того, чтобы обмен состоялся, надо, чтобы с нашей стороны были запросы. То есть нужно сходить в военкомат, сказать о том, что я твой муж, я в плену и сделайте, пожалуйста, все возможное для обмена. Военкомат по месту жительства или центральный? Да, да. Я думаю, что по месту жительства. Вообще, как мне сказали, что это система такая, которую надо толкать, пинать, чтобы, не знаю, ты сходила, когда Света сходила и там позвонили и так далее. Вот. Ну, иначе это все может просто очень затянуться. Я в нормальном месте. Вот. Ну, в принципе, по ситуации сейчас все. Я просто прошу тебя сильно не переживать там вот сильно-пресильно. И нормально все. Вот. Потом по поводу... Ну, у меня там с собой были карты банковские. Ты их, пожалуйста, там перевыпусти, заблокируй. То есть все, что нужно сделать. Сбер-Газпром. Вот. Расскажи, пожалуйста, у детей как дела? У тебя как дела? У меня все хорошо, Андрей. Дети здоровые, учатся. У меня тоже относительно все хорошо. Ну, я вижу, в каком-то состоянии находишься. Андрей, я в таком состоянии в сентябре месяца. Я понял. Вот. Ну, в принципе, все, говорю. Деткам привет. Возможности там звонить, естественно, у меня отсюда нет. Вот. Поэтому вот... Я пытаюсь сделать все на коже, чтобы это все произошло быстрее. Я все сделаю. Вот. То есть рано или поздно поменяют? Ну, лучше бы, конечно, рано, чем поздно. Понятно. Ты, пожалуйста, будь сильным. Мы тебя очень ждем и очень любим. Я приду. Все хорошо. Я люблю тебя. Я тоже люблю всех вас. Ты деткам сказала, а они знают? Нет. Ну, смотри сама, как говорить, не говорить. Ну, в принципе, жив-здоров. Можешь сказать, что телефон потерял, поэтому там не пишет, не звонит? Хорошо. Все, давайте. Любимые мои хорошие. Все будет здорово. Можно вопрос задать? Сейчас вопрос еще зададут тебе. Просто вся эта, вся эта ситуация, она вот, ну, возможно, стала благодаря блогерам, ребятам. Вот. И, соответственно, у них тоже есть вопросы к тебе. Да нет, у меня вопросов. Вы нашли нас на ютубе? Вы, наверное, знаете про нас? Нет, еще не знаю. Значит, вы не сильно там переживали. Если бы вашего мужа убили, как остальных его там, однополчан, что бы вы отвечали детям, за что он погиб? Я не думала об этом. Давайте подумаем. Папа ушел на войну. Они это знают. На какую войну? Россия, Украина, какая война? Вы молодец, вы называете вещи своими именами. Ну, вот, что бы вы отвечали? Ребята, ваш отец, оккупант, пошел убивать украинцев в независимое государство. Или как бы вы это называли? За какие цели он вообще здесь? Я не знаю, какие цели у вашего президента. Это же ваш президент, вы его выбирали. Нам-то цели эти неизвестны. Я выбирала у другого президента. Я же назову Жириновского все и голосовала. В Жириновский та же самая херня. Тут же самый... Ну, из того, что нам предоставили выбор какой, я голосовала у другого президента. Нет, давайте не говорить, что тот дебил, что тот дебил, ну хоть один уже дебил сдох. Ну, я могу подсказать вам, чтобы правильно отвечать. Если хотите. За идеи кровожадного карлика, который решил что-то доказать миру, а у него в этом ничего не получилось. Возможно, у вас другое мнение. Я просто поняла. Так и передам. Нет, вы не надо ничего передавать. Ну, просто вы должны осознавать то, что вы рабы, как были в 1900-х годах крепостные, как были потом в колхозах. Точно так же и сейчас. И у вас, по сути, три царя. Мы три часа с ним беседуем. Ленин, Сталин и Путин. Все. Других нет. Ну, вот я как простой человек, простой смертный, я что могу с этим сделать? Вы можете выйти завтра с плакатом на улицу, где написать, заберите из украинского плена моего мужа такого-то и чтобы вас кто-то снял пять минут постоять около вашей там, что у вас там в городе центральной? Не можете, я вам сразу говорю. Вы побоитесь. И он будет сидеть в плену, потому что вы, вам нельзя этого делать. Вам нельзя говорить ничего. Вы только умные на кухне. А он пошел сюда. Я отвечаю на мое место. Моя невеста на кухне. Да, вот я же про это и говорю. Потому что вам не разрешают ничего. Не говорить, не писать, не думать. Потому что ФСБ прибежит ровно через пятнадцать минут. Живите с этим. Говорите, что не будет. Все, Нина, я люблю. Спасибо, что согласилась на интервью. Рад был увидеть тебя. Деткам привет передай. Передай написать слово. Какому-то фу. Мое место на кухне. Прикольно. Такого мне еще никто никуда не говорил. Что я неправильного сказал? Вы задаете вопросы в том ракурсе, в котором мы никогда не слышали. Понимаете? Потому что вы очень удобный слой населения. Вы вначале три часа назад сказали, что да, вы видите уровень образования и подготовки людей, с которыми вы сидите в плену. Да. Они сложить семь плюс сорок пять не могут. Они дупля не понимают, что вообще происходит. Вы очень удобная масса, которая не знает своего населения, которая не знает ни хрена дальше, чем кухня, работа, кухня, работа. Вы были за границей? Нет. У вас девяносто девять процентов людей не было за границей. Что в моей концепции того, что у вас несменных три царя? Ну, мы-то с вами разобрали вашу концепцию. Просто вы сейчас задали вопрос моей жене, и нужно еще три часа ей, чтобы объяснить то, что вы объяснили мне. Да я не хотел вам ничего объяснить. Я понял. Я понял. Я понял. Это же ваше мнение. Это мнение сложилось из общения со мной. Нет, я вам делаю комплимент, потому что из тридцати человек только один может так поговорить. Ну и там еще старшие офицеры тоже могут поговорить. Остальные это... Ну вы тоже сказали тридцать шесть миллиардов, чем поставили под сомнение. Ну я миллиарды с миллионами перепутал. Тридцать шесть миллионов тоже. Это не население вашей страны. Вы глобально не знаете простые вещи. Чего вы на Китай не напали? Вы же пизды получили бы. Быстро и качественно очень так вот. Пятнадцать минут. Да, да. Там еще что? Казахстан на пути? Так вам Китай бы навалил мимо Казахстана. Чего? Может есть общая граница с Китаем? Есть. Напали бы там на какую-то провинцию. Прикольно вы живете? Нет. И самое прикольное, она реально не может выйти за вас с плакатом. Она не может этого сделать. Она не может к вам сюда приехать. В причине того, что ей не дадут за грант. Скотт должен стоять в стойле. Делать то, что ему говорят. Утром траву жрать, в обед зайти постоять, после обеда пойти еще раз. Не задавать лишних вопросов, кто задает лишние вопросы, на убой. По традиции у нас военные пленные, если хотят, обращаются к своим землякам, друзьям, с каким-нибудь призывом, не призывом. Если хотят. А, я от себя хочу добавить. Может вы меня, извините, перебил в очередной раз. Когда населению, это вот этому деду лежащему на Красной площади. Когда населению нельзя дать ничего другого, кроме лежащего деда, никакой другой ценности, то дают лежащего деда. Вы говорили, что это новая идеология. Точнее, поддержание религии. Я думаю о том, что при советской власти религия была запрещена, а по факту была придумана новая религия. Да. Культ личности. То есть появились в учебниках рассказы о том, когда был Ленин маленький, с квадрявой головой, он тоже бегал в валенках и так далее, и так далее. А сдох он от сифилиса. Так вот, когда у населения нет ценностей каких-то своих, вот им придумают, верьте, радуйтесь, смотрите, какой был вождь, фюрер, Ленин. Вы же боитесь даже друг за друга сказать что-то. У вас очень много не хотят разговаривать с мужьями. Ну я слышал, да, вот предыдущие ребята говорят, что жена трубку не взяла, и он второй день ходит и думает почему. Нет, то что трубку не взяла, это не взяла и не взяла. Нет, есть те, которые говорят, я не хочу с ним разговаривать. Родители есть такие, которые так говорят. Друзья есть, которые говорят, я не буду с ним разговаривать. Ну может быть каких-то для себя последствий опасаются. Так это нормально вообще так жить, когда ты не можешь поговорить со своим другом, кумом, потому что у тебя какие-то последствия могут быть, и причем он не какой-то там госслужащий, он обычный сантехник там или электрик. Так опять же и я, даже соглашаясь на это интервью, я тоже говорил о том, что, ну как, не то что говорил, я осознаю о том, что когда я вернусь в Россию, да, со мной будут разговаривать там, в том числе и спецслужбы. Вот, и возможно это для меня будет нести какие-то… Вы свяжетесь со мной, когда вас обменяют? Да, конечно. Можете сказать на камеру? Если вы этого хотите, да, конечно. Да, вы будете пятисотый, который сказал свяжусь и не свяжется. Почему? Потому что будет следующим образом. Вас поменяют, и вместо того, чтобы вас там реабилитировать после этого нацистского плена, вас посадят в фейс какой-нибудь ФСБшник, и вы будете писать заяву, точнее там подписку, о том, что вы ни с кем не будете контактировать. А, ну если под таким ключом, то… Конечно. Потому что у вас свободная страна, а вы свободные граждане. Понятно. Не, я просто думал, что как сказать… Скотт должен стоять в стоиле. Никакой импровизации, никаких… Тогда понятно. …вияний вправо-влево, никакого инакомыслия. Им неудобно, что вы возвращаетесь из плена. Потому что про плен… Там у вас другие сказочки ходят. Получается, вернется чувак, который скажет, да нет, меня взяли в плен. Дали воды. Ну я не курил, поэтому не курил. Попал к нацистам-азовцам. Которые от меня ничего не отрезали. Это же история плохая. Ну… Да. Нет, то, что не отрезали ничего хорошего. Не имеется в виду для пропаганды. Плохая. А когда вы вернетесь, вы будете говорить. Я это отвечаю. И вы дадите интервью. Там вы скажете, что вас заставили со мной пообщаться. Вам угрожали. В этой комнате было 10 человек с автоматами. И у вас не было выбора. Вот так это будет. И вы со мной не свяжетесь. Если хотите, сделайте обращение. Я не знаю, какого рода обращение… Ну, если друзья будут идти сюда, то пусть возьмут холодную одежду, шорты, потому что здесь уже теплеет. Холодная одежда. Ну, имеется в виду легкую одежду, потому что сейчас уже теплеет, можно будет покупаться, позагорать. Может, не надо сюда идти. Может, надо брать побольше еды какой-то. Да нет, еды точно не надо. Снаружи не все есть. Идти сюда или не идти решает каждый сам. Поэтому я не мессия, я никакой пропагандой не занимаюсь. Да нет, я не буду делать каких-то обращений, заявлений. То есть… Я просто не этот… Я получил новую информацию, которую мне нужно, ну, осознать, с которой мне… Ну, интересно было. Конечно. Что-то новое узнали? Да. Например? Ну, про Вторую мировую войну и про то, что Ленин умер от сифильса. И Сталин умер в рвотных своих каких-то там выделениях. Потому что его не оказали во время медицины. Просто боялись, да, подойти. Про то, что вы рабы бесконечно. Ну, я вам просто это пробую открыть. В душе вы это все осознаете и понимаете. Это началось еще с колхозов, с советских времен, с трудовых армий. Почитайте, кто не знает эту штуку. Нет, про колхозы-то я знаю. Колхозы понятно. Трудовые армии, освоение далеких стран, бам, строительство. Это все, опять же говорю, об этом пишется Лженицын, это все… Так только не читают у вас. Ну, я читал. И по истории не преподают. Я читал. Ну, в истории, да, в том курсе истории, которую я проходил, этого нет ни в институте, ни… Путин по истории у вас собиратель земель русских. Чечню вначале уничтожил. Первую в Чеченской в курсе, да, вы проиграли? Да. Ну, у меня брат просто, он между первой и второй в Чеченской воевал. Я в то время в большей школе. Что он рассказывал? Как это такая здоровенная машина СССР проиграла маленькой Чечне, у которой население 2 миллиона? Нет, я говорю просто про то, что война была проиграна, я знаю, между первой и второй как раз служил брат. Когда была вторая, уже служил я, но в это… Так почему у вас не получилось выиграть первую Чеченскую? Всей ордой своей? Ну, что маленький народ был… Потому что… Ну, и народ един, и, скажем так, Россия не ожидала такого сопротивления. Мы не готовы были к такому сопротивлению. А почему во вторую победили? Потому что, я думаю, были проплачены элиты какие-то. Совершенно верно. Победили, скорее всего, уже… Победили бабками. Победили… Победил клан Кадырова. Ну, да. Победили, который заливал бабками и сам убивал своих. Зачищал там, в Чечне. И сейчас вы платите им очень большие суммы денег. Откупные. За лояльность. Эта же история получилась с нами. Потому что, по прогнозу, вы должны были за три дня, максимум за семь дней. У нас были чуваки, которые на интервью рассказывали, берите еды на три дня. Понятно. Росгвардия заходила с парадной формой и щитами, с бронежилетами. Ну, со щитами, с дубинками. Чтобы, когда проводился, должен был проводиться парад, обеспечивать общественный порядок. Ну, не получилось, получили пизды. От укронацистских хохлов. Это я про себя, если что. Потому что там напишут, короче. Вы показали мне, что во многих вопросах я некомпетентен. Только если вы некомпетентны, то все остальные. Еще более некомпетентны. А я вам расскажу больше. Когда мы были мобилизованы, когда мы получили первые зарплаты. Ну, вот я человек семейный, да. Мои там ценности, там, семья, там, квартира, там, какие-то там, кредиты, там, закрыть, еще что-то. Мы под Оренбургом стояли три месяца. Три месяца и проститутки, и сауны были все заняты. Там алкоголь, какой только возможен, тек рекой. Почему? Потому что фантазии у людей нету, куда еще потратить. Нет, вы меня хотите этим удивить? Вот каждый второй это рассказывает. Каждый второй. Про то, что, ну, то есть вот контингент людей какой. Ну, то есть вот это вот украл, выпил в тюрьму, то здесь... Ну, у вас тут вообще и зэки сидят, и опущенные есть. В курсе? Министерство обороны набирает униженных и опущенных. Ну, я слышал про то, что, как Пригожин говорит, что, ну, у меня... Нет, Пригожин не набирает, потому что у него типа там а-ля по блатным понятиям. А Министерство обороны набирает. Сейчас, когда зайдете там, где вы находитесь, спросите, были ли опущенные и обиженные. Были те, кто именно долбятся, короче, в прямом смысле слова. Опущенные и обиженные в зону. Тоже воюют. А им еще награды государственные дают. Как вам? Ну, я вообще себе представлял так, что вот этих зэков, которые, ну, отвоевали, выжили, что их... ну, им не дадут выжить, грубо говоря. Какое-то количество их надо для того, чтобы... Показать какие-то. Да, как мотива, как продолжение истории. Да. Какое-то количество их надо. Но вообще, я думаю, что их либо там на вторые-третьи сутки найдут за что закрыть, снова, и они уже больше никуда не вернутся. Мы этого не знаем, потому что никто не выходит на связь. Ну, можем только да. Ну, я на самом деле придерживаюсь вашей версии. Ну, вот, да. Не, ну, уже же есть новости, как после отбытия полугода выжил, вернулся в село и ходит там все село кошмарит. Ну, да. Мы буквально вчера только смотрели этот ролик там, да. Вот. Кто победит? В этой войне? Да. Только не говорите мне там будет подписано мирное соглашение. Да, мы будет подписано. Вопрос однозначный и с однозначным ответом. Нет, ну, правда, опять же, даже исходя из целей, ну, динамикация, демилитаризация, они достигнут и не будут, а значит мы проиграем. Даже без этих целей, если берем на более простом языке, потому что этого никто не понимает вообще, что имел в виду этот ваш идиот. Гриного дня Родуктрих Гриного дня В meringue Я ответил тебе У тебя